Вызвали? Вы кому деньги возвращать будете? На кладбище отнесёте? А ты с ней на «вы» Скажешь, что на «ты» ездить на «плузо» ломаешь Ты на неё ещё голосовалась Это мусор сейчас Администратор Ну поработайте с клиентом-то, ё-моё Проблема с письмом? Нельзя? Нельзя, не позволяет религия Какая религия? Правильно или нет? Дефростация — это вот эта Дефростирована Зови сразу всех Друзей и алкашей Закон есть в этой стране Для народа закон В смысле? Для вас нет закона? Это да В смысле, в решками Я вызову полицию Высыпайте Да, давай Ну кто прав? Человек на палец вызвали санитарные нормы это не про дикси давайте с вами посмотрим морковка вся в плесени идем дальше арбуз проколоты еще наверное года два назад до капуста я в мухах во первых трех вот гнилая вся лежит капуста по грушам летают мухи и груши гнилые вот посмотри здесь еще тоже гнилая груша из-под палетов вытекает гниль почему побылась вот так в магазине тотальный бардак вот прям отсюда тотальный бардак ничего не разложено все лежит кое-как вот это вот отсюда вот стоит конфеты все перемешаны вот здесь один вид здесь вот еще другой третий я думаю если покопаться тут еще несколько будет как все это лежит в зале это неровные какие-то кладки это хаотично разбросанные коробки с конфетами что вы понимали даже стоит стоит корзинка корзинки йогурты которые должны храниться в холодильнике не йогурт и до творожный причем до завтра то есть их сняли их не сняли я не знаю что хлеб и все как мы любим эвакуационный выход в дикси заставлен тележкой тотально грязный пол ощущение что здесь не убираются годами просто подсними вот эту вот грязищу которые ну раздюшим ну раздюшим ну раздюшим Мышиные какашки в орешках Да и в принципе сам факт Орешек, которые рассыпаны На витрине Достаточно странный Да, она здесь точно Вот прогрызана А вот здесь Мыши кушают сладкое Но не только вы любите сладкое Но и мыши его любят Посмотрите, как здесь рассыпан сахар И вот здесь есть Именно даже прогрызанное место Смотрите, здесь все Все рассыпано Вот это вот что? Вот это вот Это какой-то капец Дикси в бельюре Вы что делаете? Мамаево побоище В рамках Дикси выглядит примерно вот так Там все завалено Все вскрыто Молоко на полу Молоко на полу Разлитое Посмотри, куда долилось Что это за бардак просто? Вообще Здесь творится какой-то кошмар Оф! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИКСИ ДИКСИ и сюда грязно без комментариев Снимай, Юль Я вызову полицию Высыпайте Да, давай Вызвали Кто дал право снимать людей на камеру Может быть давали на это разрешение или что Ты что делаешь Кто дал право снимать людей на камеру Кто дал право нападать на людей А кто дал право снимать Я давала свое разрешение или нет Ты что на людей нападаешь А кто дал право снимать людей на камеру Вопрос слышала мой А вы не слышали Кто дал право снимать людей на камеру Ты почему на людей нападаешь А кто дал право снимать людей на камеру У меня есть разрешение Да, покажите Я вам давала разрешение Вы можете снимать И что это? Разрешение на съемку У нас, короче, три человека пришли снимать просрочку кто давал право кто смотрите это для детей до 19 мая у тебя совесть есть общение причем я вообще стажер стажер отсюда нападаешь тогда людей право снимать людей он пальто гражданский кодекс долгого детей травить на людей то почему нападает то что вы не имеете право снимать на когда что-то говорит полицию вызвала вызывает но собственно как то так началось все с нападение на нашего оператора в момент когда мы уже собрали две тележки то есть сотрудник ходил мимо нас он понял что мы собираем просроченный товар и он напал на оператора ну с целью видимо отобрать имущество наше ну я так считаю и соответственно причинил оператор физическую боль но я считаю что полицию теперь обязательно дождаться и оформлять магазин по всем по всей строгости закона ну и разумеется мы уже приобрели до 10 на 6 детский галак зеленый яблоко для детей до 60 ну что ж подождем полицию администратор можно пригласить это стажер какой-то с нами ходил неадекватный причем не в себе стажер ваше получается она не стажер оказывается но администратор ваш наверное сегодня последний день работает а позовите администратора что ли это она расслабилась что-то все кучу не продаются мне в чем натуре ну это не моя не продадут не просто уже отказали не готов по мою продать по 150 килограмм сколько я умный если я умный вы вы значит глупая что еще мне надо паштет взять и букв я к людям цепляюсь я к людям цепляюсь это вы к людям цепляете ты не могу из-за вас из-за нас из-за вас потому что вы встаете тут и начинаете какую-то ерунду устраивать так же как ты встали в очередь отстояли ее товарищ парашник из москвы она ехала чтобы порожняка поесть у вас в москве там порожняка хватает я бы там устроил бы его куську мать вам давай говори все на заводе я на заводе работаю знаешь где я работаю ты знаешь где я работаю я в туле работаю на оборонном предприятии ты где работаешь ты там уже не работаешь у меня жена в магазине работает в таком же работала здесь же сейчас туле работает что ты мне будешь объяснять как здесь устроено когда я все знаю детей травят детей травят у меня двое вот таких маленьких еще бы ты мне будешь рассказывать если дарю не не надо ваши подарки я могу подарить подарки магазина просрочка детская да представляешь устройтесь сюда и что еще мне сделать а вот так вот ходить снимать дурачком это может каждый понимаете а вот у меня жена работает и ходит на это неурочное свое время и снимает вот такие продукты и мы тоже снимаем у нас есть ней что-то общее давайте устраивайтесь магазины работайте ребят еще что я можете поцеловать есть такая работа брата людей спасать один администратор с чем не пришла то в итоге гена есть а чё позови еще да ладно не хочет это ее работа я понимаю что это не моя работа вы же сейчас понимаете весь кипс она сейчас устроила отлично по-моему мне вообще все равно знаете как поступим мы наверное все купим это что я лично подтверждение документально до вашего косяка нет я вам что-то продал свидетельские показания достаточно блин короче но никаких претензий к продавцу нет это к администратору это не вам претензии понимаете ваша работа просто продавать у вас нет такой обязанности осмотреть сроки годности ну вот вы первый раз делали правильно а сейчас вы сделаете наоборот это нам и нужны 6 месяцев что образует 238 состав уголовного кодекса российской федерации нам еще интересно что заявитель скажет вот человек который сделал сообщение в полицию у нас не запрещено снимать но запрещено выкладывать соцсети я не давала право меня снимали на камеру вас снять могут но они не имеют права выложить из вас его разрешения если ваша жаловая является основным у меня прекрасное разрешение я покажу но я так понимаю вы извиняться не только с разрешением вы можете использовать для обжалования или для доказательств противоправных действий идите в школу полиции учите законы вы некомпетентны вы будете изымать и описывать детское питание просрочено хорошо мы сейчас в роспотребнадзор позвоним и решим этот вопрос восемьсот семьдесят приказ мвд подсказывает полицейский какой распотребнадзор заявление напишите пожалуйста дайте объяснение по данному факту изымать сначала вы сначала заявление напишите нам надо собрать материал мы будем собирать материал с вами а следствие будет работать с остальным что вы набрали то наизами ну мы сейчас два заявления напишем и по-своему я по своему соответственно тоже описать описать следующее не переживайте все пишут все изымет да было нападение соответственно делать изучайте гражданский кодекс полиции там идите обжал а вы имеете право нападать на людей я не нападала просила прощал по хорошему было нападение будут изыматься видеозаписи с магазина будет факт нападения подтвержден обязательно поэтому я думаю где удобнее будет написать с машиной приедет и напишем не мы здесь будем магазин вы же не будет правильно с основной машины есть и правонарушение даже преступление по моему мнению протокол осмотр мистер 6 составить следующее вы как бы участница будет туда вписан не с этого вы начали девушка понимаете вы знаете вы даже вы могли сказать кто вы что вы вы как вы граждане покупатели вы как граждане или как это общественная организация сейчас мы покупатели мы действуем как покупатели а там я не знаю может быть нет ни нас она говорить говори нет на камеру напал на меня на камеру а сейчас хочешь поговорить без камеры так ты напал на меня при камере нет не просила подошла сразу напала сразу напала она администратор просто кто сейчас самое старшее лицо должностного магазина надо вот следственный комитет будет разбираться с тобой стажер слишком не в человеческой общаюсь к мышкам относитесь отлично у вас тут их много да я их не считаю видели сколько там машинах какашечек уже много у вас да я не знаю я здесь работу не видели мышек я прям слышала там снимечка сейчас грузил сидит что я могу сделать вы любите животных я поняла все правильно написано зачитайте пожалуйста чтобы я полностью картину тоже что я 12 на 6 21 года около 21 0 часов находилась магазине дикси по адресу тульская область город белет ул. советская дом 81 79 так теперь где мы остановились вот 81 процесс нахождения в торговом зале магазина примерно 5 метров от кассы отказ своей зоны на меня было совершено нападение а именно меня схватила за кисть правой руки не жертв на меня женщина в форме на одежде сотрудника дикси которая представилась как администратор стажер магазина дикси чем причинила что там физическую боль и морально нравственные страдания также требовала прекратить ее снимать прошу привлечь данную женщину к ответственности так как в ее действиях усматривались составы правонарушения предусмотренного статьей копы рф 611 а также коп 19.1 хочу добавить что дом не 81 на 79 так называемая сейчас это Вот это до 29 вентаяния, это то же самое, здесь такие же сигналы, 17-го 05-го тоже высоченная, 15-го 05-го аналогичная К чему вы в неуважительной форме со мной разговариваете? Щелкайте пальцами. Вы сейчас в неуважительной форме разговариваете Кого я должна уважать? Вы не уважаете сотрудников полиции? Вы не уважаете сотрудников полиции? Я представляю власть, и вы не уважаете в моем лице власть Вы власть представляете? Вы серьезно? Вы сейчас дикость защищаете? Чем? Что вы хотите нас убедить, что мы написали в протоколе осмотра Изымайте камеры Изымайте камеры Изымайте 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 А изыматься будут из этого места, где они сейчас находятся в присутствии понятых, которые подтвердят, что данные продукты находились здесь И из этого места их изымут А если вы хотите утверждать, что они стояли не в том месте, дадите объяснение Будут изъяты камеры и проверка проведена по данному факту Все сказали? Да Уверены? Да А теперь на пункт закона сошлитесь? Какого? Какого права? Какого норм права? Какого? Что вы хотите написать неправду сейчас? Пункт закона Какую неправду? Протоколом осмотра Еще раз тебе говорю Разговаривайте, пожалуйста, со мной в уважительной форме А то что? А то, что я выставлю рапорт, что вы в неуважительной форме со мной разговаривали Выставляйте Оскорбляйте меня Я считаю, что вы оскорбляйте меня Выставляйте, в суд еще подай Суд будет подавать юристы Угу Пусть подают, поплачутся Законов не знаешь, я говорю, ссылайся на норму права Какого права? Либо уголовного, либо куапа, на что ты ссылаешься Вы на какую норму права ссылаетесь, хотите повлиять на меня сейчас? Это ты должен мне говорить Я гражданин, а ты, как сказал, сам представитель власти Должен это знать Данный продукт находится здесь И здесь отсюда не будут Сотрудник полиции, вам знакомо такое понятие, как схема места происшествия? Что касается продуктов питания и нарушения на продовольственном рынке Продукты в тележку сами по себе не попадают Вы дадите объяснение, откуда они сюда попали? А Протоколе будут изжиматься Извините, пожалуйста, а вы кто в СОГе, в составе СОГа, вы кто? Уперполномоченный Уперполномоченный А следователь, по-моему, главный лиц, да? Смотрите, товарищ следователь, все равно ответственность будете вынести за любые процессы нарушения То, что он сейчас несет Прошу вас разговаривать со мной уважительной тони Так хочу, так и разговариваю Я с сотрудником полиции не вижу перед собой Вижу нарушителя закона Вы разговариваете со мной неуважительной тони Вы не оскорбляете сотрудника полиции при исполнении своих служебных обязанностей В чем было оскорбление? В чем было оскорбление? В чем было оскорбление? Может, я в чем-то была действительно неправая зима? Было какое-то оскорбление? По-моему, вас не оскорбляло Вы щелкнули и привлечались Это не оскорбление А как вы называете? Я попросил разговаривать в самом уважительном тоне Я в уважительном тоне общаюсь только с теми, кого я уважаю Вы не уважаете сотрудников полиции? Нет, я лично вас не уважаю По какой причине вы лично меня не уважаете? Потому что вы пытаетесь прикрыть грязные дела вот этого магазина Вы пытаетесь нас повлиять на нас? Каким образом? Каким образом? Вы требуете, чтобы в протоколе осмотра изъяли с того места, откуда вы принесли данный товар? Нет, не изъяли, а зафиксировали это место Откуда был снят товар и положен в тележку Не надо интерпретировать, как вам удобно Изыматься он будет из тележки, а не оттуда Будет изыматься из тележки? Да, я не из полки просила изъять Но он стоял на полке А там не осталось, кстати, еще? Да нет, ну там одна теплая полка Короче, он должен был храниться в холодильнике Хранился и не в холодильнике Можно подумать, от двух штук ты защитишься Тут вон, сказал, купленного Хорошо, обращаться ко мне на «вы» Не буду я к тебе на «вы» обращаться Заслужить надо мое уважение А вот ты обязан ко мне на «вы» обращаться Ваши гражданин Российской Федерации Поэтому не надо тут художество включать Хорошо Это вон там вот Вы сейчас с угрозами пытаетесь Какими угрозами я говорю Норма права Сотрудник полиции Обязан норму права Обязан норму права сказать Я говорю, говорите норму права Что вы обязаны ко мне в уважительной форме обращаться? Да Номер статьи закона Может быть уголовного процессуального кодекса Вы обязаны каждый раз ссылаться на закон Об этом говорит ваш закон о полиции Понимаете? Это не я придумал Вы не можете произвольно что-то говорить гражданам Вы должны точно конкретизировать пункты статьи У нас двое У вас еще есть мышь Мы знаем Мышь она выбирает тут просрочку Хорошо Она по семечкам Не по семечкам Она и куколозу любит У вас там непросрочная прогрызина А директор есть в магазине? Есть Магазина Дома Вот видите У нас есть такой товарищ Золотова Владимир Он к нам иногда заходит Просрочку снимает Мы так в сутку Говорю Вов У тебя грудик сервер Доплачивать Должно уже Не я рад Правильно Мне некогда это делать Я на кассе сижу Человек не может это сделать Он разбирает товар Завозит новый Который поступает Ну периодички да Вечером Что можем По возможности снимаем А как же они хотят устраивать работу Приглашаю сюда только двух сотрудников И обрезаю Ничего не приглашать никого Ну вот что два сотрудника Как они собираются Работу устраивать? Как управляющие вообще на все это смотрят? Здесь Это же нереально сделать Думаю Управляющие Нет Один сидит на кассе Другой Должен того Это сделать Это хлеб Что поснимаем Да я думаю Должно что-то измениться Ну как то у меня Должно А поскольку это диксер Вряд ли Вряд ли Вряд ли Вряд ли А поскольку они еще магниты К сожалению я прям даже Солидарен с этой точки зрения А какие то изменения вообще кадровые предполагаются после этого выкупа или все остается просто на своих местах? А какие кадровые изменения? Ну там Кто то думаете сюда приедет и будет работать? Контроль дополнительный устанавливать Контрольники Да ладно? Да Это вековая пыль Вокал у нас с одной моря Можно платить? Да 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 Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 так ну что давайте посмотрим срок годности до 16 03 сюда 30 03 сюда срок годности до 2 04 сегодня сюда нарушаем целостность упаковки интересно к товарищ администратор подойдет какой-нибудь окей сейчас мы еще узнаем вообще вызвали полицию или нет тщательный проверять сроки годности очищаем до восьмого 03 двадцать первого года они сейчас конечно будут подходить и говорить что они каждый день проверяют и постоянно убирают так ну чё пойдем искать администратора администратор 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 там дверь закрыли с нами общаться не хотят с первого раза не учится научим со второго сегодня до 2 04 сюда яйца до 2 04 должны были убрать в полночь вот замечательно 0 1 где же наш администратор то собираем просроченные продукты нет администратора должны же как-то работать с клиентами кстати эвакуационный выход с кодовым замком а где администратор а можно администратора нам пригласить администратора на можно пригласить ау женщина вот замечательно мы доделанные как раз а где кому кому позвонили а он где находится долго ждать а полицию пригласим от замечательно мы ее и ждем ну где администратор администратор ты видел администратора у я не видел а он есть битые битые такую реализовывать нельзя по санпину статья 8 а а где администратор от замечательно вот этого как объясните мы люди люди как часто вы смотрите сроки годности ваши вопросы правда номер телефона нашего сми можете позвонить вы не отвечать на вопросы клиентов я покупатель вы обязаны меня обслуживать телефончик смеет звонить а вы полицию не вызывали то есть я могу это приобрести вы мне это продадите вы мне это продадите почему вы мне это не продадите мне 10 назад продали некачественный товар то есть вы не замечаете что у вас до 8 марта молочный продукт стоит не работайте на публику я покупатель я покупатель я покупатель а если покупатель не хочет заменять он пошел домой отравился кому отравленному человеку он пошел домой он отравился вы кому деньги возвращать будете на кладбище отнесете вы чё творите судя по всему полицию никто не вызывал можно телефончик дали жали какой-то телефон сказали их сми то есть если продукты некачественные просроченные мы должны звонить каким-то их сми чтобы они нам уточнили что нам с этим делать это если мы живы останемся еще но мы пока наверное поработаем на публику добрый день сообщение о правонарушении по адресу улица максим и горького дом 14 магазин дикси реализуется просроченная продукция требую прислать наряд для оформления сидоров павел валерьевич можно сразу можно сразу участкового торгуют молочной продукции яйцами просрочено все ожидаем не хотят они вызывать будем вызывать мы а мы пойдем пожалуй в консервный отдел вот они считают что нормально реализовывать вот такой товар о о о целая партия о нормально о шампиньоны чтоб вы потом с туалета не слезали убежал администратор а нет не убежал вон администратор пойдем найдем администратор поймать администратор вопрос к вам есть администратор 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 а скажите можете вы реализовывать такие банки не разговаривает с нами администратор может не слышала пойдем догоним а может слышала просто не хочет разговаривать срок годности не читабелен дата производства не читабельно либо стирают либо поставили не пропечатанную годен да а вот здесь читабельно вот так она должна быть а вот такая стоит самым первым рядочком чтобы вы взяли и траванулись пойдем ловить администратора донер на про нас уже забыли вот таким значком обозначается эвакуационный выход который должен быть свободен и без кода у замка администратор сидоров рядом с артемом вольфом там недалеко можешь набирать вольф найдешь меня можешь набирать сидоров найдешь меня и вольфа это правильно сделаем рекламу хорошему человеку горится хороший канал рекламировать не жалко администратор поработайте с клиентом то ё-моё скажите вот такие баночки можно продавать не знают не знают магазине можно ли продавать такие баночки или нет печально а я почему-то знаю до 20 до 20 03 21 пойдем попробуем купить ну чё может нам кто-нибудь продаст обязательно а так продайте мне что-нибудь жаль жаль странно что вы в первый раз не поняли вчера 1 4 вчера 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 тоже детей для детей раннего возраста тоже до 1 04 21 нарушение упаковки все равно продают несмотря на то что там не в пакетике там она рассыпана все равно продают нормально выставляют вот как правило мерчи расставляют да они вот 7 9 20 до 9 марта 21 ребеночек купит и отравится он же не будет дату смотреть там внизу еще может быть целая кладовая подойдите пожалуйста как я и думал до 18 марта 2021 года я так понимаю они все таки вот так летом жарко ребенок забежит холодильник откроет хапнет и отравится потом а вы не поймете из-за чего то что я сейчас вижу это конечно страшно до 21 января 21 года дичь теперь я думаю надо найти администратора поинтересоваться зачем они детей травят что им дети сделали зачем мы это делаем спрашивают нас любопытный зритель лучше бы шли работали на завод говорит нам тот же любопытный зритель вот затем чтобы дети не травили а это к нам здрасте отлично верю собственно вот просроченная продукция некоторое с нарушением упаковки в том числе для детей до 6 лет уголовная соответственно просто стоит на прилавку все реализуются купили два продукта есть чека приобрели что приобрели приобретенный раз приобретенная 2 чек конечно это вы просто еще минут 40 ходили конечно здесь все яйца от января вот это дичь вообще до 8 марта как бы они ну явно что не могли пропустить стоит первых редакцию на вопрос администратору дали мне номер телефона говорит связывайтесь узнавайте почему здесь просрочены почему я не знаю да они думают что это я на вопрос предоставить какую-то информацию почему они этим занимаются был игнор сказали что они работают с людьми до упаси господь ну да ну может там спишется с меня 50 тысяч рублей чё она мне тут дает номер какой-то сами я думаю смотрите здесь там место прекрасное вообще можно идеально паспорт конечно здесь адрес не читабельная дата тоже запрещено продавать протокол принятие устного вот я брал зачем мы устным заявлением сделаем да уж на да уж не просто мало ли может быть они не заявление садьбут но вряд ли еще уточним или вот устное заявление там все распишем еще есть нюанс по нарушение 123 федерального закона у них эвакуационные выходы завалены и закрытые на кодовый замок я думаю что это стоит сделать да у них прям эвакуационный выход завален тележкой и на кодовый замок закрыт магазин на ответственное хранение до приезда роспотребнадзора это уже под а это уже в заявление и ведь знает что нарушает но даже не извинилась даже не стала разговаривать она горьда не хочу играть на публику не волнуйтесь вам то я уж его точно предоставлять не буду я пытался и выловить она от меня бегает она говорит я на публику не работаю да она главным закрывается где эвакуационный выход и не открывает что за человек такой правильно у вас очень странный администратор она на публику работать не хочет значит мы поработаем на нее но мало ли что она не хочет заявление сказал не будете писать так ко мне претензий нет да никак него не ой точнее у нее до ком претензий нет хорошо они я готов оплатить если что да и сразу же возврат сделаю давайте мы пока возврат сделаем хорошо так вот мне возврат надо сделать человек вот он денег нет чек возврата где у меня так сет по давайте без чека а то я не доверяю может вы можете подойти чтобы не украла опасаюсь хорошо зовите администратор администратор позовите в смысле вон на в зале я должны ловить я должны ловить ходить хорошо не должны за ней женщина у вас вот висят камеры час назад вы сидели здесь без маски у вас маска была спущена я вам рекомендую не нарываться 20.6 . 1 хорошо знаю закон получше чем ты да и не дай бог а ну-ка давай при полиции ты не надо может быть выучи азбуку сначала да 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 посмейте смешно действительно но вы с первого раза не понимаете видимо заберу а то украдет и съест клоуны мы же самое главное клоуны мы их работу выполняем и мы клоуны а вы не клоуны а вот зачем то здесь нужны 2 апреля примерно примерно в 2 до примерно до примерно в 14 00 заметь до сих пор администратор не подошел чтобы не сделать возврат с истёкшим сроком годности у вас теперь автографа будут приходить брать автографы будут брать приходить если это главное их йогурт и не пить тогда доживут о зачем 1356 время 1356 чек для возврата не обязателен но вы сейчас не сделаете возврат и вот и узнаете как раз по воздуху или нет смотри температура какая там на холодильнике 96 рублей чек возврата пожалуйста будете исправляться или потом еще раз к вам заехать без каких комментариях вы к вам покупатель пришел и спрашивать вы будете продавать просроченный продукт или не будете продавать вы говорите без комментариев вы что а деньги то где можно еще деньги то дать вы продукт не забирайте он прикладывается к материалам нет так денежные средства нам вернули в полном объеме так это все мы прикладываем сюда наличными на видео попала главный так светом и так паспорт не нужен также было выявлено большое количество продукции с истекшим сроком годности нет не особо бывает по 3 тележки по 4 бывает с паре один раз 6 тележек было запятая реализуемых с нарушением да 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 забирайте скрыть обязательно вскрывать обязательно имеется ввиду сам факт реализации просроченной продукции он зафиксировали правильно получается да тот товар который администратора лучше позвать чтобы это ее присутствие было тем более а то она не хочет общаться с людьми консервную банку так давайте помогайте нарушать целостность упаковки это вы не хотите с нами работать да давай чуть про кому запрещено законам запрещено да вы что это мусор сейчас это не товар это мусор это мусор он не имеет хозяйственно-экономической ценности так давайте я не доверяю его в вам я сейчас я требую чтобы вы скрыли здесь сотрудники полиции я обращаюсь к вам прошу здесь прошу здесь скрыть давайте вы не можете я могу не ли не вы не можете я могу давайте все добро окей сотрудники не имеют права это делать удивительно так присутствие органов исполнительной власти вы обещаете исправляться вы обещаете исправляться вы продаете просроченной продукции людям вы обещаете исправляться молчание окей мы купили у вас эту продукцию мы ничего не покупали вот чек ваши сотрудники здесь вы кто здесь вы должностное лицо вы отвечаете за все что здесь происходит вы чего не понимаете куда попали вы не понимаете сейчас происходит обязательно окей просто передать ему все это дело вы можете такие яйца продавать можете или нет удивительная женщина а вскрытые такие коробочки имеете право продавать надо забыл мама я поел какое мы имеем право что женщина масочку пожалуйста наденьте 20.6.1 6.3 кодекс административного правонарушения орган дыхания у вас не закрыт нос женщина сотрудник пристегите пожалуйста так сотрудник можно еще с вами пройти там у них эвакуационный выход закрыт на кодовый замок еще завален администратор это не служебное помещение это эвакуационный выход 123 федеральный закон знаете там не написано служебное помещение пойдемте пожалуйста вот значок эвакуационного выхода соответственно дверь должна быть открыта и дверь закрыта на ней кодовый замок я уверен что там еще весь проход завален та дверь тоже никакой надписи что это служебное помещение здесь вообще стоит тележка дверь также закрыта не открывается тоже никого надпись что это служебное помещение 123 федеральный закон нарушение попросить пожалуйста открыть чтобы убедиться банально что проход свободен а то она не общается с нами с вами пообщается вот знак эвакуационный выход это что это знак эвакуационного выхода администратор куда вы пошли давайте дополним вашим заявлением фиксацию произвели как бы да можно единственно там z поставили уже можно еще написать ничего страшного работаем администратор есть какие претензии ко мне мне не ответили нету ну сотруднику полиции она сказал что нет претензий поэтому нет претензий так претензий нет так все я нужен вам еще все спасибо большое выражаю благодарность за компетенцию высокий профессионализм все всего доброго так друзья не травите людей пока пока мы проверили вроде все нас устраивает мы готовы это покупать чего чем это сделали что конкретно что мы проверяли на качество товара нас все устраивает готовы покупать давайте давайте я вам я готов я вас убрать готова снасти что на качестве смысле что обоснуйте что качество что делали я вскрыл посмотрел мне понравилось покупаю сегодня мы находимся в калуге сегодня мы решили воспользоваться нашим правом проверить качество тех товаров которые будем покупать давайте посмотрим как это будет мы уже набрали три баночки соответственно соответственно вот это немножечко пика все как я люблю здесь чуть-чуть битая ну это вообще непонятно что это такое мы это пока ставим ну смотрим хорошие они или нет до 24 05 21 сегодня 25 мы тоже проверим хорошими нет точно хорош до 24 до 18 на 5 проверим чтобы там мухи не плавали конечно все проверяем сегодня вечером покушаем конфеточек изготовлена 15 декабря двадцатого года срок годности 5 месяцев январь февраль март апрель май и того 15 мая они уже просрочены но я думаю мы все не будем брать пока что мы возьмем вот хватило чаю вот кондитер кондитерское предприятие полет слоеный десерт изготовлен 17 февраля срок годности 90 суток соответственно марс апрель май 17 мая он уже сдох слоеный десерт слоеный десерт слоеный десерт 20 мая имеете дать им разрешение на сна я покупатель вы кто разрешение на съемку под доставку откуда вот девушка у вас камера так ну что вы под оставки кто мне должен выдать разрешение на съемку я не знаю кто вы такой я покупатель вы кто я покупатель вы должны разрешили снимать можно нам снимать нет ну ладно короче я тут принес товары я хочу их купить я их взял у вас магазине вот такой не брали я лично видела что вы делали правда правда конечно хорошо у вас есть камеры да и камеру тогда наверно полицию вызывать давайте разрешение на камеру разрешение откуда должно быть откуда должно разрешение отпечатки пальцев не оставлять да у меня есть я хочу купить товар если вы сейчас взятый мною товар с полок отказывается продавать покупок на не продавать соответственно вы нарушаете закон вы понимаете я хочу это купить я у вас это взял я хочу это купить такого не так видеть в каком не таком видении продается то есть вы считаете что я не имею права взять посмотреть ознакомиться почему я готов я хочу купить это мой товар да вы что конечно придирать его тоже будет применять ну я считаю нет уж хотите попробовать давай я хочу купить вот это они презервативы вы же сейчас взяли я хочу попробовать давайте ну я решила вы же взяли его я вот это покупать хочу я покупаю вот деньги оставлять я потом пробита смысле потом я вот сейчас я вот этого ничего не буду что он не сделал вывод специально сделаю вы мне пробейте хороший товар да вы утверждаете конечно точно хорошо покажите где он плохой или палитре магазин брали да ну не против что он хороший пробейте мне его я купить хочу вы хотите сказать всем таки за них вы взяли пробовали или что ли я посмотрел не там клещей комаров вы знаете сейчас с клещами к ситуации я посмотрел нет ли там клещей своими требуете что я доставал что-то вы требуете вы требуете покупателя чтобы он что-то доставал также я всегда покупаю конечно и вам бесплатно дают смысле бесплатно я купить хочу ну давайте сколько я должен вам за это я взял у вас продукт так я не собираюсь я купить хочу у вас товар так вы мне продать зачем полицию этот товар продать зачем полицию товар продать я купить его хочу вы понимаете или нет люди портитова люди когда что-то портят они у них есть выбор оплачивать или убежать я купить хочу вот продать мне товар давайте без полиции давайте мне продадите и все целый может сделаем еще я купить хочу товар вы не можете продать его у вас на перчатке до вас тем более а маска то сноса спущена ладно вы мне продайте все и мы пойдем давайте с этим закончим и все можно вызов полицию на тлефанова 3 дикси магазин а тут я непонятно тут вот то ли блогеры то ли что просто чтобы они я им продала товар но они весь товар не испортили в магазине нельзя покупать товар да но они весь как я могу продавать и не продать если он есть это как брак и ведут эту съемку разрешение не это на съемки на съемки а мы не знали разрешение на съемку нет разрешения я уже снимают на телефона молодой человек на камеру я так поняла это как блогеры разрешение нет удовлетворения нету полный пакет хотя я видела поставить брали нормальный товар доставляет спорченный вид мне товара мосина наталья сергеевна нет но они вы проверяли вот они плохой потому что у вас товар за просроченным бывает и портите он даже раз я вам говорила вам даже покупатели говорят что сколько раз сейчас предоставьте мне просроченный товар сейчас сейчас если походить помогать давайте давайте сегодня молочный продукт мы снимали вчера каждое утро снимаем молочный продукт хлеб все снимает у вас нет это мнение покупателей вызовите на них полицию ну вы мне продаете ли нет кто скажет главный прийти а самостоятельно чтобы директор приехал я без согласований вы не можете продавать товар покупателю нет я не могу вы чё серьезно я хочу купить товар у вас зачем вы полицию каком таком-то виде я попробовал товар я с ним ознакомился вы вообще знаете что я как бы могу знакомиться с товаром или мне даже до него до касаться нельзя я пришел к вам купить товар до что он весь просроченный весь товар вы испортите я купить его хочу понимаете уважение другим людям умеете а вы я вы выдал за это будете пробивать я не на вашем месте я купить хочу я покупаю администратор магазине не буду вот так вот пробивать я извините вы что здесь свиньи нашли сделайте что-нибудь с этим я не понимаю я пришел купить у вас товар а ваш администратор товар не продают блогер как хорошо играет на публику вы мне его продать или нет нет вы отказываете продавать не я продам ну так продайте мне зачем мне ждать то я покупали секундочку сейчас директор придет продавец боже мой я одну секунду я купить хочу товар взятый вашем магазине предоставьте мне разрешение на съемку да кто вы такая я покупатель покупатель я не снимать чтобы такой да почему я не вас не снимаю я фиксирую это я фиксирую свой фокусер я снимаю кто вы я фиксирую покупку на камеру и потом выкладываете в тик ток блогер или что там господи продайте мне его и все и мы пойдем зачем нам полиция нужно серьезно вы на моем месте вот так ковырялись бы я не знаю как я товар проверил если сейчас уйду то проверенный вот и попорчен товар повесят на меня я хочу купить я проверил хорошим или нет он хороший не вот это проверить проверяйте на конец я не хотел проверить взяли что хотел я могу так взять посмотреть подходит ли они не по размеру там прикинуть как обратно поставить правильно правильно или нет да или нет закрытый вопрос да и нет могу я вот так взять или нет я готов это купить вы мне почему не продаете конечно она все течет течет и начинает пакет прямо без спроса взяли фикси я вообще-то у вас его купил этого уже к вам проблемы то что вы не видели я вам не должен доказывать мне не продают товар что что такое то в чем проблема то точно один здесь правильно ну ты что же не один ну вот это рюс нормально договаривают покупать дальше подожди продайте мне товар подождите с чего я должен сотрудников ждать от чего я должна вас разрешение на что разрешением не зависит на какую съемку на публичную съемку у вас канири детства с чего мне нужно разрешение то продайте мне товары все хорошо предоставьте разрешение на вашу съемку вот у вас камеры висят предоставьте разрешение так вот именно ты понимаешь что головой ты хоть свои изображаешь или нет слава богу и у вас все в диксе так говорят поэтому прилаг нет сестры в тули у меня не слава богу продайте пожалуйста но в то ли получили где там жила и работала но да 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 хорошо подать не товары все инцидент исчерпан нет как не исчерпан я не могу как не могу вот вы объясните как вот так если люди вот если вы смотрели посмотрите подачу вот так они не делают как вы то есть если люди так не делают я не имею права так сделать хорошо что мне запрещает так сделать я проверил товар закон у вас есть новые правила торговли есть уголок потребитель спрашивает есть уголок потребитель есть новые правила торговли не там 2 есть уголок потребителя есть или нет блин покажите как вы пробовали есть новый новые правила торговли есть у вас покажите как вы пробовали на качестве покажите ничего может еще перед вами раздеться что мне еще вам показать я покупатель вы администратор я покупать хочу его все вот этого я купить это хочу вы свое сначала дайте а потом я дам давайте давайте тошно тоже мы вообще покупатель нет мы покупатель а блогер это кто какая социальная группа не грузите да продайте мне товар и мы пойдем вы не имеете права продавать без директора вот так почему рядом продают почему рядом продают я тогда на ту кассу пойду что там не пройдете на факту почему они пойдут а вы что еще будете ограничить мои права в смысле все я вам вопросы вы мне на них не отвечаете вы хотите ограничить мои права нарушить их я принес товар из вашего зала хочу его купить в чем проблема упаковки вот сохранены пожалуйста пробивайте я проблем это не вижу в принципе я что что-то нарушил если в вашей голове образовались какие-то законы это не значит что они реально существуют откуда господи вас это стереотип я не должен спрашивать разрешение причина следственная связь не образуется вы снимаете всех людей сейчас дождемся кого дождемся я купить хочу а вот знаете я хочу чтобы вы приехали просто я не не могу вот так поступить тут ведут с ее скрытку его съемку девушка на телефон молодой человек на камеру я видел как они товар выбирали хороший предоставляет на кассу весь порванный весь разорванный типа они сказали что мы вы проверяли пробейте йогурт все разлито как я могу все это пробить если у меня есть товар туда его под если я пробью даже испорченный потом они отказываются она не знает чем аргументировать они снимают это как блогеры какой-то аннулировать я купить хочу аннулировать какой-то совсем да у нас камеры есть магазине надо же удивительно ну вот я вот просто не буду я выставляла товар я не приобретали товар смотрели девушка снимала по залу ходила молодого человека и сейчас стоять снимает как я с вами разговариваю это тоже запрещено спасибо ну вы не будете продавать или нет ну знаешь чтобы я при них вас обслужила при ком никто сейчас приедет кто директор причем тут директор меня фигу не может мне не надо потом скандалу стоять что вы так делаете давайте мы разберемся куда нам езжать от молодцы товар не продаете покупателям красавцы и причем законных оснований нет ни для отказа в продаже товара не для своих требований мысли в таком состоянии вот я человек они есть уголок потребителя у вас там должно потребителя да если вы нормальный умный человек уголок потребителя так и не должен делать он должен висеть в каждом магазине есть он у вас или нет узнаете теперь даже книжки предложение отзывы танцы нет уголок потребителей есть или нет у нас книги отзывы предложений до упразднили уголок потребителей есть информации где неадекватный совсем ой боже мой пожалуйста трогать мой товар на пол я его хочу купить людей отпустить потом отпусти я конкретно хочу купить я покупатель или вы хотите дискриминацию сейчас применить нарушить правила продажи отдав приоритет другому покупателю они мне я конкретно с продуктом хочу купить ась нет 1 плюс 1 не складывается я разберусь как не разговаривать у меня товар продайте я здесь 20 минут уже стою дождемся конечно у вас кстати вот продавец уже все понял но если продавец такой понятливым он сам все решить нет он все понял от начала и до конца я думаю а вот у вас пока не хватает не соображалки то мне кажется вам нужно должностями поменяться вот это было бы самое отличие а вы по моему мнению не имеете права занимать эту должность а вы иметь должность администратора а я гражданин я имею полное право на все практически еще раз я не кричу я по то я так разговариваю во первых а во-вторых продайте мне товар и что пусть люди знают что здесь товар не продают я пришел на кассу купить товар пусть люди знают что мне отказывают продажи люди как он в таком состоянии покупает я проверю хороший товар все хочу купить если я уйду сейчас будет порча товара на меня но я же не ухожу я готов его платить я хочу купить у вас товар продайте мне товар вы отказываетесь продать не товар ну так продайте тогда если вы сейчас не не продаете вы отказываетесь не продаете ну так давайте продавайте так вы и сам начал чуть недопоняли это ладно вопрос в том что вы сейчас отнимаете мое время мою так я не отнимаю группа ходить мне товар я пошел чуть непонятного то в каком-то к коридз каком виде ну вот ну скрыты немножко но яблоки тоже они вот таком виде ну шов теперь давайте этого я пошел чё вот упаковки есть я все упаковки сохранил я всегда так делаю я всегда так делаю продайте мне товар продайте мне товар то есть если мы дадим к это разрешение метафорическая вы мне продадите товар то есть вы даете условие определенное ставить туда если они предоставят разрешение таб processing продаете правильно а если предоставил разрешение товар продаете но это же сказали то есть вы ставите условия для продажи товара хорошо чтобы продать не товар то директора нужен чтобы продать не того что полиция нужно сделать так это вы мутузить и здесь туда сделала конечно и он ну я прошу продать не товар вы понимаете нет продайте мне его я пошел я свой товар испортил я вот его вступить хочу оплатить купить я хочу товар ваш я ничего не понятно ее просто вообще неадекватный господи как вы у них что покупаете здесь я разберусь на кого мне играть вы мне товар продайте мой я гражданин я покупатель я хочу купить товар а чтобы в отношении меня не было какой-то фальсификации и нарушения прав я делаю так по фиксацию камеры понятно вы за этим же повесили свои камеры логика ну давай один плюс один не надо разрешение чувствуешь да или нет причин следствия не нужно разрешение разговаривать я имею право ты не имеешь понимаешь и не потому что к тебе уже уважение нет 20 минут меня стоишь и не продаешь мне товар вы не не имеете ты господи ты боже мой будешь твою жену тыкать я разберусь кого мне тыкать ну и хорошо продай мне товар я то и зачем должен ждать а я зачем так будет пробивать как я буду пробивать не задерживает где-то еще мозги включаются новые правила продаж нет на уголке потребителя плохо я разберусь где мне стоять вы мне хотите сказать где мне стоять ой какой кошмар боюсь боюсь девушки ну что с кассира позовите на футу да вот она просто меня не пробивает вот кассу забивает и все не имеет права она так сделать по закону должно сначала мне пробить бардак продайте мне товар действительно как руками руками блин как еще это мой товар я с кассы сниму на мою дело за мою товар мой товар мое дело сказ не надо меня не буду принимать людей вот я человек я хочу купить товар что непонятно я очень рад я товар хочу купить адекватно нет вообще да я сам разберусь убирать не нет я хочу это все купить еще непонятно а вы я у вас магазине взял товар я хочу его купить вы что быть как вы должность занимаете администратор вы понимаете или нет я вас магазине взял принес на кассу хочу купить не складывается пазл продайте мне я пошел его купить хочу ты неадекватный что ли совсем послушайте грамотных людей что вот я не буду я не буду в этом пакете ковырять весь покупатель выложит убирайте я сам разворачиваю делать я человек или я не человек я человек покупаете покупаю товар хочу купить товар что непонятно это мой товар вот коробки вот коробка вот коробка 2 а что у вас на пакете это маркировка что ли как вы пробиваешь вот это как я буду пробивать я не знаю киндер сюрприз я люблю вот такие случайности я это снял с вашей полки хочу купить пробейте мне но я не знаю что в этой коробке я не знаю что в этой коробке я пришел покупать к вам товар чего непонятного продайте мне его я пошел будете продавать товары не будете продавать товар и вы вы мне говорите что вы мне не отказываетесь его продавать но не продаете я знаю у вас так стояла без без этикетки есть видеофиксация на которой мы это сняли с вашей полки уж наверно я не дурачок под вашими камерами снимать и отрывать этикетку чувствуешь уже нет подгорает и потихонечку продайте на товар и инцидент будет исчерпан да при чем тут полиция почему вы полицию не вызываете что продавать например вот что-то там другим людям почему и так не делай то при чем тут это то я цена хочу купить может быть нет не хочу да слушаю вас конечно смотрите я по залу торговым по вашему собрал товар проверил его качество его как брал с пола клал к себе в пакет очевидно далее проверял его на качество путем скрытие упаковки мне качество понравилось я принес его на кассу мне не пробивают скажите почему вы отказываете покупателю продажи хорошо вопрос я не имею права знакомиться с товаром вашем магазине перед тем как его нести на кассу имею или нет конкретный закрытый вопрос имею право я готов не оплатить так вы кто по должности вы кто по должности вы управлять магазин хорошо вы должны знать новые правила торговли там написано покупатель имеет право ознакомиться с товаром в присутствии продавца или без него вы знаете этот пункт или нет если не знаете нам не о чем с вами разговаривать если знаете тогда у меня вопрос почему мне не продают товар если вам так принципиально сейчас продадут дайте трубку я просто не поняла вообще в чем проблема вот отлично конечно хорошо так и не буду пробивать там консервы без этикетка не на киндер сюрприз по залу буду искать что это такое он него что может он внутри киндер сюрприз это что сельдь скумбрия или вася кирпо вот он киндер сюрприз этикетки нет как я буду пробивать вы чё совсем уже мне долго ну наверное я не знаю что пробивать так йогурты которые были ты и ладно если там что-то когда и остальное как я буду пробивать я что пожалуй буду бегать я сейчас фотографирую тебя отправлю в каком виде нет просто они говорят я у них просто что это за консервы может там внутри киндер сюрприз я не знаю они же качество товара проверяют а я как я буду пробивать скажи пожалуйста и тут я могу сказать даже штрих когда даже сорванный на этих на всех этикетках а почему вот это все эти как вот неправильно понимаете я не знаю ваших систем как вы это оцениваете когда пробиваешь его сорвались этикетки я пробовать хочу я их посмотреть хотел я скрыл ознакомился мне понравилось внутри киндер сюрприз я же не знаю что то вы сказали ну конечно сюрприз может быть какой-то я взял с полки мне понравилось то что он мне нет этикетки я люблю сюрпризы хочу купить продайте мне пожалуйста вызвала вызвала уже просто не продают без полиции понимаете уже смотрите вам не продадут я не очень малолетнего спасибо за комплимент нет я не хочу снимать я хочу чтобы они это продали я пойду домой как можно я же не знаю как и нет продают честно говоря я не знаю как они продают серьезно но удивительные люди такие вот сорвались со всех этикетки нет никаких больше мыслей вы с этого сорвали хорошо не продадите нет может вы наденете давайте попробуйте я нет я ни в коем случае судьбинушка накажет так ты накажи снимите пока на пол да не хочу я на пол я хочу купить и уйти я покупатель покупатель тебе это чем-то говорит или умеешь только ходить и ты сними ты сними ты камеру бери вот и я спрашиваю вот и я спрашиваю продай мне товар я ушел у меня к тебе уважение поэтому пожалуйста сними подождите я хочу купить я хочу с вами разберу вот нет продайте мне товар я ушел дать я людей я не человек что постепенно я не человек что ли ну и не запрошу вам на голову одни попробуй попробуйте попробуйте чтобы товар продай я пошел там хватит если что и мне и всем продайте мне товар я пошел это сейчас было обобщение двух кассиров не конкретно не на вы просто уже на ты да конечно тыкать нельзя а тыканье это я какую статью нарушаю хорошо без башки ходить уберите с лентами ждите там я не собираюсь ждать я хочу купить товар че творите вы чё творите вы что творите спрашиваю я вызвал едут они долго едут братан еду долго ты подожди тоже еще какие уберите сленка я не человек я по-вашему не человек я по-вашему не человек что вы сделали я человек или нет я хочу вот они да это понятно все продайте мне товар я пошел я разберусь как не разговаривать ясно тебе или нет зачем срывались детки вот я хотел у вас спросить что это консервы я вас взял торгом зале устроили скандал продайте мне товар я пошел вам что мало тулы там блогер свои снимают и кто продайте мне товар я пошел вам подошли на голову это один ну попробуй попробуй ты себя уже закопала попробую еще и на голову надеть служебное помещение пошло ай-яй-яй да позови конечно чем больше ребят тем лучше позови сразу всех друзей алкашей а соседнюю кассу включила от хитрая имущество сейчас туда же уедешь нет не уедешь за счет того что с ребенком ты чё творишь что он имеет он имеет он имеет право снимать все а ты с ней на вы скажешь что на ты ездите на пункт лома ты не еще голосовалась день не теперь скажи вот за камеру хвататься это нормально было верим можно есть мы иди сюда и здесь все это детская просто фанфисты меняет свою жену все нахожусь сейчас по адресу плеханова 3 магазин дикси зовут меня сидоров павел валерьевич смотрите не продают мне товар не хотят продавать я товар собрал в торговом зале мне его отказываются продавать вижу здесь состав правонарушения хотелось бы наряд для оформления магазина да точно я не понимаю такой причине она говорит что вот ждем полицию и тогда я вам продам как бы ждем директор и тогда его а конечно я нахожусь в маске в средстве индивидуальной защиты все по госту просто она тоже сделала звонок в полицию и никак не приедут потому что он говорит я продам только с полицией а я не понимаю я собрал товар я хочу выкупить она мне его не продает да не объясняет говорит дождусь полицию и тогда продам ожидаем почему молоко просрочно продаете за январь серьезно это вы где увидели нет ни у нас я не в дикси работы а почему усва управляющего что не слушаете она сказала вам продать там все этикетки сохранены этикетки есть такой сами посмотрите ну консервы выложитесь на нем нет этикетки но выложите значит есть на нем нет этикетки выложить его составляет не продайте а вы по какому заявлению я смотря по какому заявлению до 2 заявления вы по какому из них отлично ну значит 1 она звонил давайте сначала ознакомимся с ее версии произошедшего так лейтенант полиции фуренюк анастасия андреевна участкового полномочной полиции вот вы то нам и нужны а вот на этом я просто этих молодых людей видела как они там товар брать они мне предоставляют марифу как я буду называть я что не человек это мы проверяли качество как это же порча или нет или как так я вот так вот даже на камеру как руководство потому что они скажут или я не права они снимаются были на камеру куда они имеют равно вы нам запрещены а уже не ты конечно отпущу человеку теперь моя версия смотрите соответствии с новыми правилами торговли и законы защитить прав потребителей покупатель имеет право знакомиться товаром перед тем как его купить правильно правильно я знакомился с товаром способ там не оговорен я знаком с товаром таким способом пришел сюда мне его не продают здесь я усматриваю как минимум 14.8 правонарушения нарушения прав потребителей как минимум но это пока мы с этого начнем то есть я не убегал помещение магазина конечно конечно я не убегал мужчин магазин не покидал я стоял и говорил ей продайте него я готов оплатить хочу оплатить вот не продает я не понимаю почему она не хочет меня пробивать и даже управляющие и сказала что пробей и нам его не пробивает еще усматривалась ну такой косвенная дискриминация потому что она говорил дайте уберите я других людей пробила вы потом подождите директора я только с ним могу продать только с полицией могу продать ну короче вот этот понеслась этот петрушка непонятно в чем вообще сидел полностью видео конечно есть видео фиксация начиная от того как мы брали товар сполок вот конкретно этим но будет два заявления будет еще один для следственного комитета вот она сегодня главное должностное лицо ответственное за все происходящее она звонил управляющий управляющий ей сказала продайте да то есть указание продать но она продавать не хочет ну конечно вот здесь мы сейчас встали как я буду по всему залу бежать что такое вот консервы не стать там нас будет киндер сюрприз это скулы или вас и как не отказываюсь ни в коем случае смотрите у них на полочке коррупционной составляющей может быть что поудобнее вот туда давайте уберите шоковак зачем это же ваш шоковак я хочу его купить его странно кассе не надо убрать мой товар берет вот смотрите сейчас хищение совершает мелкая но по моему мнению конечно на порчу свое имущество понимаете все абсурдной ситуации вопрос в чем сейчас будет я это гражданка писать на меня заявление на должностное лицо я думаю то что не будет но сначала мы узнаем да потому что ты меня час час не могла мне продать товар час не могла продать товар я час стоял ждал пока на мне товар продаст а потом еще час так вы позвонили управляющим и что управляющий сказал а потом порчи товар получит я не знаю управляющий сказал не надо продавать на полицию сейчас возлагают такую ответственность на самом деле а я вам сейчас скажу смотрите сотрудник полиции пожалуйста обратите внимание весь товар в данном пакете просрочен либо с нарушением на праве хранения так далее вы же даже не умудрились посмотреть даты товар весь просрочен а вы читаете сколько месяца сотрудник полиции изготовлено 17 на 2 2021 срок годности 90 суток соответственно 17 мая он уже был просрочен консервы без маркировки вы так имеете право реализовывать вы имеете право такие реализовывать или нет не имеете вы санпин новый знаете вы читали его я сейчас еще скажу здесь есть просроченное детское питание 238 часть 2 уголовный кодекс минимум штраф 100000 это минимум и это первое второй момент мы такую же одну купили это вы нам не продали потому что вид вам внешне не понравился или я не понравился но еще одна такая у нас есть купленная и сейчас мы по этому факту напишем заявление которое пойдет следственный комитет и так и получается что отказав продав отказавшись продавать товар мне вы подставили себя и магазин под уголовную статью обязательно можно допишите конечно на таком что у меня есть гражданское право писать заявление полиции а позвольте я страду конечно смотрите здесь есть 306 статья если вдруг клевета то меня посадят до шести лет бы я вам его пробила вы просили вы себя уже этим опорочили читайте правила продажи а вы камеры посмотрите пожалуйста напишите заявление на кражу но только пожалуйста ознакомьтесь с 306 статьи уголовного кодекса человека паника она занимает по моему мнению конечно не свою должность и и на цветы должности однозначно убирать она не знает ни правил продажи не санпин а ее отменили с 1 января книгу жалобы позднили сейчас только другие вот эти отзывы в интернете и это можно просто утилизировать то есть просто и позвать искать просрочено утилизировать можно и она это утилизировать под акт списания это и здесь не запрашивайте меня кричит вас справляющие а посвятительно говоря на громкую связь пожалуйста то коррупционной составляющей может присутствует участковый лист нам полиции время просто сябре а я не знаю почему то проблема ваши сотрудники вызвали то что покупательный магазин платит товар как оказалось покупатели испортили товар не так выявили и хотели его оплатить ваши сотрудники отказались его оплачивать я не отказывалась пробиваю я вот это вот ничего не буду что он сделал вы вот это специально сделано вы отказывает не пишите вы продаете детское просроченное питание сегодня девочки мама не давление но вот смотрите если по хорошо как вот я бы узнала что за товар как вас зовут у меня зовут павел павел а как покупатель должен знать что это за товар я проходила там были такие машины чай покупатель сорвать когда они берут может быть почему вы на есть если попали на кассе я потом тоже все просрочено она то думала что меня сейчас под белый рученьки и увезут в отдел я не буду писать вы будете уже объяснение писать по факту заявления давайте сделаем так сделаем я завтра все вот это вот если вы придете вы больше не увидите никакой просрочки зато пошло но это сделал нет ну давайте по хорошему мирным сделаем ваше отношение было не человеческим нет я вам не отказывал трогать эту же вещдок посмотрите пакетик посмотрите на пакет ну а я не покажу и чтобы они отказывались платить до не испортили товар да они не будут платить да действительно как бы она так уже ну а как бы я продлевал скажите как бы я продлевал поездовать такой да даже консервы не от некоторого даже бывают чтобы они срывают лишь как я бы пошла поменялось было что это они сорвали то есть там я не знаю свалиташ не было знали но я их видела они нормально, товар брали с прилавок. Вы хотите, потому что у меня хлеб, у меня сегодня хлеб весь свежий был. Ваш хлеб без маркировки от нарушения технического регламента, такой продавать нельзя. Где маркировка? На каждом упакованном отсутствии потребителя продукта должна стоять маркировка технического регламента 022-2011. А конкретно статья 4.12, пункт 5. Ну не кричите. Как приходите, сбивайте, где маркировка стоит. Покажите, я завтра скажу начальству. На хлебе. На каждом упакованном. Вам нужно для начала изучить технический регламент. Подождите, это хлеб нам привозит. Они должны хлебозавод делать. Ну давайте регулируем. Я вам давайте весь товар новый, продам нормальный. Ну что, нельзя в мирном пойти? Ну что, вот так? Это самое мирное. Если бы ребенок этим отравился, статья была бы более тяжелая. А там таких детских, еще штучек 10. Сейчас он не смотрит день ваш. А можно вопрос вам тоже? А мне у вас документ проверили? А вы правы проверили? Конечно, уже нам туда стоил. Ну только пасту-то, а кто вообще? Оставляйте себе. В смысле кто он? Он по пасту-то, а он имеет право весь товар не ходить проверять. Поднадзор там, кто он. Даже корочка будет. Он покупатель. Представляете себе? Он покупатель. Нет, ну вы вообще... Ася, ну просто хочется в мирном порпать ерунду. Сейчас я за... Слушайте, ну вы же приходите в магазин пятерочек, да? Вы выбираете, там хлеб свежий. Ну я так не ерунда. Я не ерунда. Я не ерунда, но у вас у вас как бы есть как бы... Ну я не ерунда. Ну вы же не представляете, вот я надзор, я там пришел. Нет, я не ерунда. Да, я подхожу, девчонки, снимите там, ну не рву, видите, весь товар. Так, часами из года рождения ваши. Вы сейчас напишите, что я отказывалась? Нет, ни в коем случае. Я же не отказывалась, на камеру слышно, что я не отказывалась. Нет, я вот это вот, ничего не буду. Что вы мне сделали? Вы вот это специально сделали. Ну, не вы, по этому факту мы писать не будем. По факту отказа в продаже. Я не отказывалась. По факту просроченная продукция. Есть факт покупки товара для детей с истекшим сроком годности. На мой взгляд, это состав преступления. Вот там еще, пока что, непроданный товар, это состав правонарушения. Я что вам предлагаю сделать? Вот этот весь товар, который находится сзади вас, под списание, утилизировать. Потому что он весь просрочен. По сути, это мусор сейчас. Если вы при нас его не утилизируете, то будет еще одно заявление. Наверное. Вы, может, не будете писать? Объяснение? Буду, конечно, я обязан. Нет, не объяснение, а вот заявление. Мы все устраним за 5-го, 21-го. Обязательно устраните. Нет. То есть вы, чтобы устранили свое правонарушение преступления, вам нужно, чтобы человек просто пришел и вывел их? Вы до этого не знали, что это нарушение? Что это преступление? Что вы детей здесь, по сути, по моему мнению, травили? Подождите. Что ждать-то? Посмотрите, да, ты-то на детском. У вас должна быть тетрадка своя вестись. Подождите. Вы мне сначала ее не предоставляли. Дети ждать не будут отравленные. Вы мне предоставляли эту арку, чтобы я вам возразила? Да при чем тут я-то, а другой, который не разбирается в этом всем. Он это взял, купил, дал ребенку, ребенок отравился. У вас совесть-то не загрызет вас после этого. Что вы кричите? Если ваш ребенок отравится, вы и не так орать будете. Так, подождите, не отвлекайте. Павел, вы мне это не показали, что вы покупали его. С другой стороны, другие даже в магазин так и поступают. Я надеюсь, что в других... Ну нет, ну так же не рвут все это. Не кидать мне на ленту, чтобы я пробил это все вытекающее. Как я... Вот вы смогли бы отставать все... Вам нужно регистрационный номер на нем. Да, обязательно. Могу с кем-то по-пользе зарегистрирует когда-то. Но уже есть КУСП? Или КУСП потом будет? Так, скажите, перед тем, как мы решим писать второе заверение или нет, вы утилизируете вот этот качественный некачественный товар? Да, все, сразу же. Все. Предлагаю это сделать сейчас. Акт с писанием. Если будет акт с писанием, второго заявления не будет. Не, не, серьезно. Прямо что при вас, правда, вам не было. Так, сотрудник, вам передаю. Вы будете на отрез на хранение оставлять или заберете в отдел? Я заберу это. Ага. Само лично, по-моему. Само лично, по-моему, это все проверяет. Ага. Потому что другие, когда-то мне не надо говорить. Я предлагаю еще, чтобы я с вами сходил, указал вам на некоторые нарушения, которые здесь не присутствуют. Да, Майк. Ну, только не пишите заявление на нас, пожалуйста. Заявление уже написано одно. Ну, по-моему. Одно. Пойдемте все вместе тогда с вами. А сейчас я напишу объяснение. Ну, как бы я так пробивала бы? Я ему так сказала. Мне надо пробивать, пробивать, упал. Правильно, так же было. Но я же сказала, я вам не отказываю. Так, объяснение мое. Заявление тоже на меня будет? Заявление не на вас, заявление на магазин. Ну, давайте не будем. Мы же что-то задали. Заявление уже подано. Заявление забрать нельзя. Мы на магазин не будем. Так, бланк возвращаю. Ну, я вас прошу. Что просите? Я уже заявление дал. Я, я, я. Нет, вот, напротив, здесь будет все идеально. Просто я, конечно, я только новенькая. Я здесь в магазин пришла. Я понимаю, что вы абсолютно ноль. Я начинаю порядок наводить. Ну, вот так вот скажите. Давайте подчислить. Давайте по очереди. Сначала вы, потом... Давайте подчислить. Вот я вот это пробивалась вот так. Согласитесь. Дальше, я думаю, с вами свежется участкового плена отсюда, который, если не отсюда. Ну, да, да. Который ему достанется через 20-30, через адрес. Ну, там надо будет что-то так далее. Конечно, конечно, я всегда на связи. Да. Так, теперь я скажу. Смотрите, это сотрудник полиции. Я гражданин. У нас административные отношения, в рамках которых уже поданы заявления. Я не могу так сказать. Отдай заявление. Я поняла. Ну, можно подтянуть? Ну, стуки покажи. Можете попробовать отобрать, но у полицейского оружия я не рекомендую. Нет, я вас прошу просто. Нет. Вы это не любите. Это решение. Да. Ну, хотите меня... Штраф на меня. Так, у магазина есть какие-то претензии ко мне? Магазина нет. Ну, я спрошу, не пишите просто. Мне зато... Нет, мне нужен просто... Я сделаю все. Смотрите. Пойдем, сейчас мне покажут. Я сейчас в правом не отберу. Я сидеваться, Елене, кстати, не буду. Все, у магазина претензий ко мне нет. Нет. Все, отлично. Не нужно оплачивать то, что я сказал. Не нужно. Я сейчас утилизацию права отнесу самому. Ну, все. Ну, давайте заберете. Я могу быть свободен. Вы, да. Да. Павел, просто вот на самом деле, что мне там... Пойдемте вместе утилизируем? Да. Да, пойдемте. Вам искренняя благодарность и хорошей службы. Спасибо вам тоже. До свидания. Вам не нарушать. Нет, приедете, увидите. Я наведу порядок. Обязательно. И завтра, знаете, завтра буду гонять свою девушку, которая вот это просто прооглядела. Окей, ну все. Не, на самом деле, вот мне прислали в другом магазине на помощь здесь делать. Но я не могу одно. У меня на все, на мне все висит. Детская просрочка. Вот я сегодня просила. Я все сделаю. Сейчас сама пойду. Через неделю приезжайте. Посмотрите все. Попробуем. А можно нам управляющего пригласить? Что-то не так? Мягко говоря. А управляющего можно? В чем проблема? А вы кто? Работник. Работник. Нам управляющего. Сейчас подойдет к администратору. Ой, хорошо. Ну, мы с администратором пообщаемся, наверное. Блогер очки. Да. Ой. Просрочка. Да, просрочка. Некачественные товарки. Ой. Вообще запустили здесь. Сидите, да. А вы администратор? Серьезно? Серьезно. Ну, прекрасно. Предлагаю сыграть небольшую игру. Что из этого я могу продавать, а что из этого не могу продавать? Как вы смотрите на эту игру? Давайте начнем. Посмотрите. Как вы думаете, почему этот продукт можно продавать или нельзя продавать? Нельзя просроченный. Нельзя просроченный. Окей. Идем дальше. Мясо. Тоже нельзя. Это удивительно. Дальше. Я помню, соль это конкретно. Ну, очень интересно. Я предлагаю просто пройти сейчас по отделам и посмотреть, как творятся дела в принципе, ну, в конкретных отделах. Например, здесь холодильник. Можно узнать, какая температура у холодильника? Ну, я как покупатель должен убедиться, что продукты хранятся при надлежащей температуре. Правильно? Они так и хранятся. Вот. Как я могу узнать температуру холодильника? Посмотреть. Где? Я в этом не вдавался. Ну, в смысле? Ну, вы администратор. Так, ну, вы сейчас здесь самое старшее лицо в магазине. Правильно? Ну, да. Отвечающая, там, должностной и так далее, и так далее. Ну, вы знаете. Соответственно, вот я как покупатель хочу узнать, какая здесь температура. Может быть, я вот хочу купить курицу, а она хранится плюс 15. Я ж не знаю. Я так руку опускаю, но что-то плюс 15. Не может быть. Ну, как так? Ну, вот, опустите руку. Чувствуете, да? Жарко. Загар появляется. Как я могу узнать температуру? Паша, написано, работает. Работает, между прочим. Ну, холодильник работает, а большая часть сотрудников не работает. Да. Ну, как я могу температуру узнать? Вот сейчас конкретный запрос, то есть покупатель. Ну, как? Допустим. Ну, поверить словам или где-то термометр должен быть? Ну, где-то должен. Ну, у вас есть термометр? Ну, у меня нет. Ну, как я могу узнать температуру? Ну, значит, надо снимать весь товар, правильно? Тогда, значит, он... Что? Хранится при ненадлежащей температуре хранения. Потому что вы мне никак не можете доказать, что здесь... Да. Какая температура? Плюс два. Градусник не вести. Обязательно! Обязательно! Подождем, сюда положим. Ну, пока градусник положим и пойдем дальше гулять. Здесь есть несколько таких еще ключевых мест, которые надо бы посетить. Я по вашему магазину как по Золотому кольцу хожу сегодня. Здесь вообще красота. Красота не то слово. Вот, да? Вы как здесь часто находите просроченные продукты? Все возмущены. Цен никогда нет, правильно? Вот, смотрите, что говорят потребители. Потребители врать не будут. Представляете, купят что-нибудь. Вот, смотрите. Здесь конкретно находится, ну, примерно, плюс-минус, по моим прикидкам, 20... Они на файл все даже не знают, какие цены. Не могут объяснить. Это обман потребителя. Это они плохо делают. Вот, здесь 20 единиц товара, которые, ну, скорее всего, чаще все просрочены. Представляете, человек купил, отравился 20 людей здесь конкретно. В том числе даже дети. Ну, ладно, окей, мы ждем термометр. Давайте подождем термометр. Начнем с этого. Не, вот прям вот это вот сейчас серьезно. Обязательно, конечно. Ну, представляете, курица хранится плюс 15. Понятно. Все серьезно. Нет, шутим. Вот, смотрите. Слеще, чем открывать магазин. Мне просто легче, конечно, не дожди прийти, увидеть просрочку и сказать, что ты человека убил, да? Ну, смотрите, до 13 апреля, детская, с 6 месяцев. Вы понимаете, что продажа такого товара запрещена законом? Я в курсе. Закон есть в этой стране. А раз вы должностное лицо, ответственное в этом магазине, то на вас ответственность... Да? Для народа, да, закон существует. Вот, в смысле, для вас нет закона? Нет, почему? Ну вот, для народа существует закон. Вы народ? Народ тоже. Вот, следовательно. Можете ли вы продавать такой товар? Нет. А что вам за это будет, как вы думаете? Я даже боюсь представить. Ну, есть идеи какие-нибудь? Ну, давайте на скидочку. Ну, на скидочку. Ну, просроченное детское питание. Питание, точнее, для детей. От 6 месяцев до 6 лет. Нет, времени вот в игрушки играть, правда. Это игрушка, по-вашему? То есть, по-вашему, человек, отравившийся этим товаром, игрушка? Прийти и... Я понимаю, нам тоже вчера сказали, ну что ж вы в мою смену приходите, правильно? Вот как вы относитесь к тому, что мы вот собрали просрочку и сейчас пытаемся выяснить администратора, как вообще это допустили в этом магазине? Вот и я тоже так думаю. Отвратительно. И это еще не все. Это не единичный случай. То есть, вы тоже, да, здесь находили сейчас? Все покупатели, которые... Которые, да? Правильно? Чего? Тоже просрочку находили, наверное. Просрочку... Я это никогда не заберу, но порядка нет. Ну, я предлагаю для начала начать с термонитра. Как вы мне докажете, что здесь плюс 2? Ну так. В смысле, никак. Ну так. Ну что? Надо было бы смыть вообще старшего продавца. Так это старший продавец. Это администратор. Администратор-то? Администратор-то? Администратор-то знает. Так, значит здесь термометр никак вы мне не можете доказать. Пойдемте дальше, пройдем. Проследуйте эвку-лары. Ну если у вас нет времени этим заниматься, ну а чем есть время заниматься? Ну вы понимаете, что вы должны обеспечивать безопасность покупателей. Они у вас пришли, купили. Хорошо. Вот цвет, смотрите цвет какой. Приходите вместе, мы начинаем это делать. Вот, я сейчас пришел, давайте начинать. Если прям не успеваем... Давайте начинать сейчас. Я пришел. Вот он я. Я, вот он здесь. Давайте. Вот, поехали. Думаете, кроме этого у меня сделано просто, да? Раунд второй. У меня есть сверху. Как вы думаете, какой из этих товаров вы не можете продавать? Вот, окиньте взглядом эту замечательную полку. Нет. Ну так. Нет вариантов. Давайте я вам подскажу. Помощь зала? Звонок другу? Звонок другу. Бомбаж. Точно? Точно. Еще посмотрим. От. Да, правильно. И тоже. Ну в первом ряду стоит, правильно? В первом ряду. Окей. Давайте еще посмотрим. Может быть, где-то еще заныканый? Ну, очевидно же, может быть заныканый. Давайте посмотрим. Ну, помогаете? Что, я один, что ли, буду? Термометр кто-нибудь там. Дайте задачу, ну пусть термометр принесет. Вот сотрудник стоит. Кстати, а вы маски выдаете покупателям? Нет, они сами продают. О, смотрите. А-а. А-а. Ну, вообще. А вы знаете, почему их нельзя продавать? Открыть секрет. Потому что вот эта баночка состоит из нескольких слоев. И когда даже небольшой ударчик есть, слои расходятся, и продукт, который находится внутри, начинает контактировать с железом. Человек покупает и травится. В худшем случае умирает. Потом полиция сюда приходит и вяжет кого? Ай. Подсказка у вас. Поехали дальше. Так, ну чё? Прямо на... В конец идем? О, смотрите, что-то я все нашел. Джекпот! Джекпот! Сразу целая кукурузка. И еще одна. Ну, согласны, да, что нельзя? Ну, зачем? Как бы, зачем людей-то? Просто, видите, нам написали, говорят, здесь вообще кошмар творить. Центр города. Ну, правильно, центр пролетарского города? Ну, как, центр пролетарки, лагуна, самое известное место в городе. Ну, как так? Чё вы творите? О, смотрите, что творится. О, видали? Видали? Давайте хоть понюхаем, что там внутри творится. О, ну, вы сами понюхайте, чем пахнет вообще. Ну, там тухляк один. Пауки плавают. Производитель такой. Решил паучка забриновать. Так, если что, я готов оплатить. Продадите? Все. Не, ну, готов продать? В конец вот этого всего шоу уйдем и все. Не, в конце этого шоу, все зависит сейчас от вас, как это шоу закончится. Просто мне интересно, мне термометр принесут или нет. Потому что сотрудник стоит и такое ощущение, что над нами гранится. Думает о том, какие мы... Правильный термин фиксирует. Обычно говорят, снимают. Кстати, сотрудник, скорее всего, компетентный. Конечно. А какой зовут? Коллега. Снелли. А вы не обязаны были отвечать? Вы знаете об этом? Обязательно. Нет. Не имею права. Без отрешения. Брать товар с полок? Я не имею права? Ты будешь серьезно? Ой, ладно, ладно. Так, окей. Так, а на чем мы остановились? Термометр, термометр. Ну там холодильник стоит, я не могу, я хочу курицу купить. Ну серьезно, курицу хочу купить, я не могу, убеди. Понимаете? Есть небольшой юридический ликбез. Есть такая штука, как презумпция невиновности. В отношении людей работает. То есть, да, если я, например, вскрою банку, на меня нельзя вызвать полицию. Потому что я могу хотеть ее купить. И не иметь злого умысла. То есть презумпция невиновности. Все люди хорошие. Я хороший. Оператор хороший. Девочка хорошая. Сотрудница ваша хорошая. Вы хорошие по презумпции невиновности, пока не доказана вина. Но в отношении продуктов питания, которые продаются в магазине, вы должны доказывать мне, что они хорошие. Поэтому, это закон, это закон. Поэтому нужно принести термометр, чтобы мы измерили температуру в холодильнике. Серьезно? Да, серьезно. Давайте подумаем, как мы будем это решать. Термометр очень важная штука. Давайте поищем. Пойдемте искать термометр. Ну как вы думаете, где здесь термометр? Администратор не знает, где термометр. Ну-ка. Нет. Ну-ка. Где? Где? Тут есть? Тут есть? Эй, жаром пышет аж оттуда. Прям чувствую прям. В бане. Я прям в баню. Так. Вот. Наконец-то. Правильно. Точно. Теперь пойдемте в молочный отдел. Вот теперь мы не можем термометр. Я убедился, что там ноль. Давайте идем дальше. Там небольшой плюсик. Ну, небольшой плюсик. Ну, там можно люфтик. Я понимаю. Да. Тортики. Значит, на тортиках должна быть дата дефростации. Правильно? Дата дефростации. Можете мне показать? Тут есть срок изготовления. Дата изготовления. Срок годности. И должна быть дата дефростации. Это слово такое. В смысле? Дата дефростации, администратор. Слово такое. Ну, дата дефростации. Но по-русски, окей, более понятно. Закон? Что такое дата дефростации? Так, комитетный сотрудник тоже не знает. Это разморозка. Изначально торты, их замораживают там, где производят. И когда сюда привозят, их размораживают. И должна быть дата дефростации. На каждом-каждом тортике. Не только дата изготовления и срок годности, но еще дата дефростации. Понимаете, да? Ну, давайте поищем. Кстати, вы знаете, да, что я это буду все покупать? Ну, по закону, если это стоит у вас на витрине, вы обязаны мне это продать. Просто я буду делать возврат, там, ну, все, вот эта вот вся история. Понимаете, да, что это товар некачественный? Ну, товар качественный? Ну, товар качественный? Да? Ой, давайте еще раз посмотрим. Ну, сейчас недавно был товар некачественный. Давайте еще раз смотреть. Так. Скажите, товар качественный? Ну, там немного, что можно сказать, если не будет. В смысле? То есть, если здесь информация не соответствует с тем, что внутри... То, что производитель специально ставит дату срока годности для того, чтобы быстрее его продать. Небольшой юридический ликбез номер два. Если вы не продаете продукт с информацией, которая не соответствует действительности, это обман потребителя. Кодекс административных правонарушений Российской Федерации. Ну, вот, поэтому скажите мне, качественный товар? Я потребитель, я покупатель, я хочу купить у вас активию. А, пойдемте. Пойдемте. Пойдемте покупать. Пойдемте администратором. Иди же, кассир там, вам пробьет. Ну, а мне надо будет возврат сразу сделать. Без администратора не делают возврат. Ну, что, вы не знаете? Дает меня. А, да? Ну, то есть, понимаете, да, что два чека, два заявления. Понимаете, да? То есть, вы мне сейчас это продаете? Нет, я не хочу ничего продавать. Окей, ну... Именно вам я не хочу ничего продавать. Как это? Вот, почему именно мне? Почему не на мне? То есть, например... Девочка, можно у тебя на секундочку? Вот, девочки, продадите? А вы в курсе то, что кассир имеет право, вам не продавать? Мне объясняют причину. Если вы сейчас не отказываете образно пробить, потому что я почему-то, ну, например, вам не нравлюсь. Это дискриминация. Правила продажи. Но хотя это тоже административное. 14-15. Да, окей. Ну, что, пойдем покупать? Вы не предупредите кассиров, чтобы они мне не продавали? Вы хотите собрать правовые нарушения мои, да? Я не хочу. Вы... Ну, смотрите. Приходите, и там того списка, там 15 правонарушений. Все, надо и выполнить это. Не, ну, смотрите. А куда вы пошли-то? Выдавали. А, на кассу. Ну, пойдем, может, нам пробьют. Да. Как вы считаете, нормально просроченными продуктами продавать? Торговать? Ну, то есть, вы так еще и не поняли, да? Ну, давайте. Давайте посмотрим. Деньги зарабатывают. Ой, правда. А вы сейчас купили продукты, если он просроченный, вы отравитесь. Ну, вот вы смотрите, что вы покупаете. Да, да, да. Ну, как вы считаете? А, представляете, бабушка слепая купит и отравится. Вам не будет совестно? Вот, не отвечает. Ну, ладно. А мы за вами встанем. Не возражаете? Нет. А вы приходите, где все работаете. Будьте продавцы. А зачем же здесь сотрудники нужны? Продадите нам, хорошо? А вы, кстати, нам ведете тут порядок. Так, а мы что делаем? Смотрите, я за 30 минут навел порядок. Ну, только вы за эту зарплату наведите порядок-то. Какой они получат? Ну, то есть, вы считаете, если человек умрет, купив здесь продукт, можно это все аргументировать тем, что люди здесь зарплату получают небольшую? Я не считаю это. А что вы считаете? Есть Роспотребнадзор и другие организации. Правда? То есть, надо сейчас писать заявление и обращаться в Роспотребнадзор? Вы так считаете? Каждый должен отвечать своим. Не, ну, вы считаете так? Ну, а вы чем-то не понимаете? Смотрите, Роспотребнадзор хотят нас натравить. Без проблем, говорит. Муравейник. Срок годности до 17.04. Сегодня 18 апреля, напоминаю. Не, мы сейчас, не сейчас я попробую купить, но куплю там несколько товаров, короче, потом сходим в хлеб. Там у вас тоже интересный отдел. Можете пока, кстати, посмотреть, что там не так. Очень жухой. Чувствуется, что просрочено. Кстати, по поводу даты дефростации. Администратор не знает, но вот это и есть дата дефростации. Ну, чтобы было понятно. Разморожен он был 2.04, годный до 17.04. Потому что срок годности написан вот здесь. Но администратор этого не знает. Непонятно, почему он администрат. Здесь даже написано на маркировочке дефростация. Смотрите. Покажу вам кое-чего. Дефростация это вот это. Вот она. Дефростировано. Во. Ништяк, говорит. Как, нормально просрочку есть? Есть такое ощущение? Я опять к вам. С этого начнем. Во. Вы-то вот это самое делаете. Себе. Хочу купить. Я не имею права поделать. Администратор предупредил, зараза. Я не имею права. Жаль. То есть не продадите. Нет. Так, а вот это вот, смотрите, нормальное вроде по сроку вводности. Кассир компетентнее, чем администратор. Да что ж такое-то? Кстати, часто встречается. Несправедливость именно такая. Карьерная. Ладно. А позовите нам администратора, у нас к нему еще несколько вопросов. А ему нету. В смысле нету? Он ушел. Домой? А кто главный сейчас здесь? Нет. Так, это уже интересно. Стоп. Администратор где? А это вам не надо знать дело. В смысле не надо знать. Я покупатель, я недоволен тем, что вы продаете. Я хочу пообщаться со старшим. Администратор, управляющий, директор. Кто-нибудь есть на месте? Ну, сейчас я позову. Во, давайте. А, мотор рука смотрел. Я вызвал. Как? Нажали на что-то, да? Ну, давайте, хорошо, подождем. Ай, все бы ничего. Но когда кассиры начинают ратовать за вот это вот сокрытие правонарушений, так мне очень хорошо. Это уже какая-то бандгруппировка, по моему мнению. Кстати, как вы думаете, я могу с этим товаром вот так выехать? Не имеете права. Почему? Потому что вы его не пробили. Я вот выехал. Я спокоен. Не имеете. Ну, в смысле, я выехал. Что ж, вы ко мне не подошли? Как вас зовут? Ой, меня зовут Павел. Давайте я к вам подойду. А вас как зовут еще раз? Неля. Неля, отлично. Память у меня просто не очень хорошая. Так, я могу вот так выехать, да? Как вы считаете? Если вы сюда ко мне, пожалуйста, идите. Там предыдущий гражданин сказал, что я не могу так выехать. А вы как считаете? Отсюда нет, сюда, ко мне. Нет, я вот здесь-то могу находиться? Есть, нет. Почему? Ну, я вот сейчас нахожусь здесь. Что вы сделаете? А я могу товар вскрывать, пробовать его. Можете, но позже вы должны оплатить. Если он соответствует. Очень хорошая компетенция для кассиров. А, еще нам обещали пригласить администратора. Но не пригласили, обманули. Можете вы пригласить? Можете пригласить администратора. Он так все. Он убежал. На соседней кассе молодой человек сказал, что он его пригласил, но обманул, видимо. Я обманул. Хорошо, а я вот так могу вывозить? Он вас кидал. Не, а я могу вот так вывезти тележку? Вот так. Могу ее возить туда-сюда? Ну могу или нет? Мне просто интересно. В кассовой зоне можете. А кассовая зона? Есть такое понятие в законодательстве? Или есть вот территория магазина, например? Ну, при кассовой зоне вы имеете право. Ну, то есть здесь я могу? Кассы нет. Ну, здесь я могу? Нет, мы не можем поднимать. Нет, я про тележку пока. Я вот ее сюда вывез, имея право сюда ее вывозить. Вы работаете на кассовой зоне? Потому что мы не купили. А какой закон я нарушаю сейчас? Кассовая зона – это какая статья закона? Я вам скажу по секрету. Но я не знаю, я понимаю, что это сейчас можно налога растянуться. Открою великую тайну – кассовой зоны нет. В законодательстве. В принципе, термина. Если я покинул магазин, не оплатив, да, тогда надо подавать ориентировку, меня разыскивать, арестовывать, сажать на 50 лет и все дела. Но если я не покинул магазин с товаром, увы, увы и ах. С товаром можно находиться здесь. Кстати, вы знаете, что маска спущенная с носа – это тоже нарушение? Ой, это подстановление, а не закон. Так что я имею нарушение. Ну, протокол составляет вполне себе понятный. Вполне. Вполне себе настоящий. Так, вот мы идем сюда. Я, конечно, уже не сильно надеюсь услышать, но тем не менее. Знаете ли вы, что такое технический регламент таможенного союза 022-2011? Как вы продаете товар, если вы не знаете технических регламентов? Как? Хорошо, когда это было изготовлено? Сегодня. Как вы мне это докажете? Потому что сегодня лично поставил свежий хлеб. Ну, лично, лично. Я тоже могу сказать, что лично. Я говорю, что это месяц назад было изготовлено. Был бы камень. Ну, докажите мне, что это изготовлено сегодня или вчера, или позавчера. Может быть, вы докажете? Что вам? С вами приятнее общаться, на самом деле. У вас компетенция выше. Как вы думаете, что здесь не так? Точнее сказать, без какой-либо марки информации. Охренеть. Вам надо быть здесь администратором. Точно. А где господин ваш некомпетентный? Так, а что просто? Ценники висят. Нам привозят его. Знаете, да, что наименование, срок годности, условия? Ну, вы знаете. Вот ваш коллега не знает. Печально. Вы можете ему как-то сказать про это? Ну, я просто не понимаю. Ну, как можно выстраивать работу людям, которые не понимают, как можно продавать, как нужно продавать? На что он не имеет права продавать в принципе? Как выстраивается работа в принципе? То есть, я понимаю, бывает, не хватает людей. Не хватает людей. Ну, например, просрочка до 10 марта, ну, как это возможно? В молочном отделе. Виноваты, не успели усмотреть. Да понятно, что виноваты. Ну, как бы вы кассир, вы вот, вот против вас вообще ничего не имею. Вот вижу компетентный, разум есть во взгляде. Ну, в отличие от некоторых ваших коллег. А, как бы, он владеет, понимаете, он управляет, владеет. Он сейчас должностное лицо, которое отвечает, принимает решения и так далее. Как бы, ну, как так может быть? Просто людей тоже надо понимать. Мы не на всем можем успеть. У нас всего лишь пару, даже трое вот при вас. Согласен. Но вы же понимаете, что... А, без нас, согласен, есть магазин на нас. У нас много подстав, мы не успеваем. Согласен. Но вы же понимаете, что это жизнь и здоровье человека. Понимаем. Ваш администратор не понимает. Опять куда-то убежал, звонить кому-то. Он, кстати, звонил в службу безопасности. У вас она есть, кстати, служба безопасности? В спаре вот есть. В спаре, знаете, такой грузный мужик такой ходит, такой большой. Мне кажется, вы во всех магазинах. Говорит, я покупатель, я прохожу мимо. И фоткает нас так вот, фоткает. Просто уже на помещение уходит и пропадает. А где ваш-то, я не вижу. Чего не ходит-то? Ну, едет, наверное, сюда сейчас уже. Они обычно такие деловые. ИГБР у вас по вызову? Все по вызову. Все по вызову. Все по вызову. Администратор тоже по вызову. Где он есть-то, кстати? Давайте поищем администратора, а то что-то он пропал. Администратор! Администратор! О, а я вас ищу. У нас к вам есть еще один момент. Еще один последний вопрос. Как так получается, что... Последний. Или крайний. Ну, как дело пойдет? Ну, крайний, наверное. Ну, наверное. Плюс-минус. Смотрите, вы же понимаете, да, что мы сейчас будем вызывать полицию. И, ну, заявление... Что вы хотите делать? Вы имеете право... Ну, как так-то? Ну, как так-то? Ну, мы не сможем отправить... Ну, просто можно... Ладно, последний вопрос. У этой девушки есть возможность стать управляющим или директором этого магазина? Возможно. Вот я очень на это надеюсь. Возможно. Все, будем вызывать. Вызываем? Да, вызываем. А что, вы можете вызвать? Не, я с вами просто... Ой, я уже думал, вы можете вызвать. Было прям совсем замечательно. Нет, нет. Что ж мы это нашли? Мне просто интересно. Ой, я думаю, сейчас мы еще зайдем в пивной отдел. Ну, просто сейчас сейчас вызваем, потому что они едут 20-25-30 минут. Просто это нужно для чего? Мы, когда приходили... Для безопасности граждан, хорошо. Ну, мягко говоря, да. То есть они должны приехать и образно объяснить ему, что такое технический регламент таможенного союза, что такое дата дефростации, что такое термометр на холодильнике. То есть это должны делать компетентные люди. Потому что сейчас, я понимаю, что он ходит и думает такой, ну, когда они уже уйдут, эти дебилки и дебилка, и дебилонок. Понимаете? Да. И вот они вот это вот, вот это все. А нужно-то, чтобы был результат. То есть нам люди написали и сказали, здесь капец. Приезжаем, правда, капец. Но не такой капец, как спарить. Честно скажу, у нас был один спар, пять тележек. По месяцу назад мы пришли. Полный аут. Здесь? Да. Я пришел, был полный аут. Сейчас все это по-божески. Просто, ну, реально, рук не хватает. Ну, я понимаю, но, как бы, ну, вот серьезно. Ну, надо знать, что такое техническое. Ну, детское питание на одну штучку. Да, один ребенок. Пять ребенков. Пять ребенков. Вот, ну, сорян, я люблю очень детей, но, ну, реально, вот, если чисто по-человечески, ну, вообще никак. Так, до какого там у нас детское-то? До 13 апреля. Сегодня? 18. Пять дней. Пять дней. То есть, пять дней уже. Пять дней уже тухнет. Там уже мухи внутри завелись. Блохи прыгают. Мне страшно держать, потому что, ну, вши потом будут. Вы же понимаете, что потом мне надо дезинфицировать, все будет после этого. Там институтки есть. А вы, кстати, маски выдаете гражданам? Да. Маски выдаете? То есть, маски или салфетки барьерные? Салфетки барьерные. Поменяйтесь должностями, ну, серьезно. Ну, вот, правда. Обязательно. Сейчас мы вызовем, потом пойдем еще в отдел с пивом. Там банки, можно нас опередить? Вместе. Там, нормально. Пойдет, следует. Мэй! Ма! Пойдет? Полиция, дорогая. Добрый день. Меня зовут Сидоров Павел Валерьевич. Нахожусь, улица Кирова, дом 23А. Магазин Дикси. По моему мнению, свершено преступление продажи детского просроченного продукта. И плюс еще выявлена куча просроченной продукции. Так, еще раз, значит. Кирова, дом какой? Кирова, дом 23А. Магазин? Дикси. Дикси. Как у меня ваша? Сидоров Павел Валерьевич. Да, телефон. Так, значит, получается, что продали детским столетиям? Нет, продали мне, но продали детское питание с истекшим сроком годности. Попадает под 238, часть вторая. Детское питание с истекшим сроком годности, да, продали? Ну, товар предназначен для детей до 6 лет. Хорошо, полиция подъедет. Ага, ожидаем, спасибо. Ну, пойдем в отдел с пивом. А тут нет никого. Тут никого нет. И сразу же мы видим, что? Мы видим разрешенный, конечно, в кавычках, к продаже продукт. Ну, я думаю, что надо еще пройтись по этим, да, понятно, что это все просрочено. Это все либо просрочено, либо с какими-то недостатками по хранению, там, нарушением слоя хранения и так далее, так далее. Нарушение требований технического регламента таможенного союза. Самое интересное, что мы уже купили товар, предназначенный для употребления детей до 6 лет. И еще купили йогуртик. Вот. Ну, а сейчас мы здесь. Вот то же самое. Удар. Такой реализовать нельзя. Удар. Ну, удар тоже, она вся побита вон здесь, здесь. Она не отклеивается отсюда. Здесь они, может быть, годами уже стоят. Что-то протекло. Вот здесь вот прям она вся липкая, знаешь, как будто вот застаревшую. Открываешь шкаф, там такое ощущение, как будто тараканы бегают, разбегается прям. Сними. Вот. Даже вот так можно снять. Снег, лед, нарушены условия хранения. Такую продавать нельзя. Такая же история, все во льду. Вон. Вся рыба во льду. Правильно? Во, идите сюда. Вы, человек грамотный, я понимаю, что с администратором нет смысла общаться. Он не знает. Ну, как вы думаете, есть здесь какое-то нарушение? Снег, 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 снег. Как вы считаете, это нарушение? Нарушение. Оно должно быть просто. Глазурь. Без снега. Да. Точно. Так, быстренько тележка бралась. А что ж никто не пошел банки смотреть? Смотрите, сколько мы набрали. Прям вот тут есть рамня, которые есть. Смотрите, что творится. Вообще. Вы, наверное, кидались в кого-то, наверное, здесь. Администратор, наверное, ночью кидался в кого-то. Да нет, нам привозят такие. Прям привозят? А что ж вы их выставляете, если такие привозят? Не мы выставляем. А кто же выставляет? Есть ли он, кто человек ответственный за выставление этих банок на месте сейчас? Хоть поинтересоваться у него, зачем он это делает? Вообще знает он, что нельзя? Вот здесь вот он удар. Я вижу. Соответственно, где эти люди-то вообще? Кто этим занимается просто? Чисто техническая сторона меня интересует. Ну, когда мы сами не успеваем, приглашаем людей. Эти люди выставили, уехали, и они вообще никакого отношения не имеют? Нет. Ой, какая жесть. Ну, нет, но не такое. Ну, косвенное, да? Да. То есть они ни за что не отвечают, просто выставили, уехали. Мягко говоря, подставили вас. Не уследили. Что, может, вы нам поможете? Может, что-нибудь тоже найдете? Вот есть, знаете, какие косяки еще? Очень часто не обращают внимания на разваковом кофе. То есть он должен быть вакуумный, а он вот развакуумный. И обратно его ставят, как бы, пофиг. Несмотря на то, что это тоже опасно. Ну, поняли, да, о чем мы говорим? Собственно, вот эта вакуумная упаковка, а вот это вот тухлый кофе. Такой реализовывать? Нельзя. Нельзя. Вот. Такой реализовывать нельзя. Точно. Потому что администратор спросим. Как вы думаете, знает он? Я тоже думаю, что не знает. Можешь спросить? Администратор! Администратор! А можно вас, на секундочку? Во! Вопрос. Что из этого можно продавать, а что нельзя? Нельзя. Вот, точно. Давайте. Ну, давайте. Ну, как бы, ну, капля в море. Ну, капля в море. Ну, что вы тоже. Вернули администратор. Хороший администратор, блин, ну, некомпетентный. Как к человеку вообще никаких претензий нет. Вот как к администратору магазина, который, как бы, ну, отвечает за здоровье граждан, за такие вещи, где нельзя допускать промашек. Вот тут, конечно, претензии, да. Ну, тоже, да. Тоже. Нет, правда, с вами приятно общаться, реально. Вот как с человеком, вот вообще никаких претензий. Я понимаю, что вы думаете про меня, что я козел, по моему мнению. Ну, нет, не так. Ну, нет, не так. Как это, обычно грубее просто. Я просто выразился, чтобы потом не надо было запикивать на видео, потому что в интернете не летал. Это вы клевали по ночам. По любому. Спалено. Вы игрушку хотели достать, наверное, да? Конечно. Ну, я думаю, что теперь-то людей травить не будете, правильно? Ну, конечно, конечно. Вот, есть просто, понимаете? Специально таких людей. Да. Есть для них. Вот, смотрите, вы опять игрушку пытались достать? Кстати, вы знаете, вот, если... Вот, смотрите, это просто, наверное, ребенок летом какой-то вот так брал, вот так держал, потом мама сказала, что не надо положить назад, он клал назад и вот так. До 7.04.21 вот прям лежат. Давай, выкраску. Такая же картина. До 7.04.21. До 7.04.21. Так у меня все здесь, да, зелененькие все. Руби звали? Да. Руби звали? Руби звали. Отлично. Ну, за сфере не можно? Конечно. Что случилось? Смотри. Вы представьтесь сами. Павел. А фамилия-то, вау, есть. Сидоров. Даже готов фамилию вам назвать. Да, замечательно. Что случилось? Расскажи. Вот это все. Товары с истекшим сроком годности, ненадивающие условия хранения и так далее. Тут полный комплект. Я по каждому отдельно товару. Так, Руби звали. Никита Юрьевич, скупаном. Да, все, окей. Соответственно, еще было продажа непосредственно. То есть, два продукта мы купили. Первый – это йогурт. Второй – это детское питание с сроком годности. Это уже уголовка. Решили вызвать, проявить активную гражданскую позицию. Ну, правильно. Давайте материалочку соберем. Точно. Я вот сразу сюда пришел. Здесь прям удобненько так сесть. А, ты к директору, да? Да, я против. Протокол уснул. А какие-то проблемы с письменным нельзя? Нельзя. Не позволяет религия. Какая религия? А у вас проблемы, у вас нет образцов? Нет. Вот. Ну, если что. Вот. Я же имею право, правильно, без каких-либо условий протокол устного заявления? Есть определенные. Там есть. Или. 141-я статья УПК. Давайте, знаете, как сделано? Долго не возиться. Вместо осмотра мне осталось, чтобы это все переписывать. Мы сейчас выложим это все. В коробочку под ответственное хранение, пломбирование. Мы сейчас это все выложим, значит, допустим, на подоконник, сформируем по группам и сделаем фотофиксацию. Согласен. Так тоже можно сделать. Много у вас по плану магазин? Нет, 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 я думаю, что ограничимся. Да, ничего, это не так хорошо. Давайте завтра следующее. Дело хорошее, но... Нет, мы здесь просто редко бываем. Пролетарским. Давайте. Объяснение? Нет, объяснение не буду давать. Не будете, хорошо. Нет. Ты что, что желаете воспользоваться статьей 51-й института СССР? Ну, это как? Это я могу не сидеть против себя и своих близких. А тут я объяснение просто давать не желаю. То есть я все укажу в протоколе. Вот. Все указано в протоколе будет. Так, ну, нам, чтобы кто-то помог, пусть кто-то нам поможет, что это же не... Я буду один делать. Вы желаете нам помочь? Я пока возврат оформлю. Это что, все это просрочено, да? Не все. Не все. Некоторые, может быть, даже хорошие. А вот тут... Но очень не факт. Да? Вы как АБКС теперь, вот раньше. Нет, мы как гражданское лицо с активной позицией. Гражданское. Но я не с активной. Вот раньше советского времена. Это называлось АБКС. Это мой, наверное. Так, все. Возьми, Катя, пожалуйста. Так, мне возвратик оформит. А что? Соответственно, на два продукта. С истекшими сроками годности. Все-таки попался. Ай-яй-яй. Да. Как бы взял, отхожу от кассы, смотрю, кошмар. Что провязывается, пристек парашют? Йогурт, детское питание. Смотрите, пожалуйста, молодой человек. Ой, рубль. Детское питание вообще. Голову оторвать. Могу не найти. Сможешь ты оторвать? Я даже не буду ничего делать. Давай, иди сюда за головой. Нет, вы что, не надо, не надо, не надо, не надо. Ни в кольцо. Отрывайте. Он, чисто, сердечное признание. Вы его... И тот чек, он прикладывается к материалам дела. Не выловить, не выкладывается. А водку мне оставили? Чек, это мой, да, вот так. Я забыл про него прикладываю. А мне тоже нужно будет чек. Не, он к материалам дела прикладывается. Он уже не ваш. Увы. Чек, я делал возврат. Чек ему... Нет. Вас возврат не мешает. Вот, к полиции обращайтесь, это их. Можете попробовать отобрать. Но полицейский с оружием не рекомендую. Дело это опасное. Так, сотрудник, это вам передаю. Чек покупки, соответственно. Что было куплено, сейчас покажу вам. Куплены вот такие два продукта. Вот эти вы купите. Это... Вам отдельно будете формировать, или в одну общую кучу? То есть, как вам удобно? Нет, в одну общую кучу. Все, окей. Тогда я здесь это оставляю. Что проходит? Здесь, смотрите, здесь просрочено, нарушены условия хранения. То есть, вот с них просрочка, развакуум. Здесь, ну, понятно, такие тоже продавать нельзя. Вы, на них все ударенные. Это так называемые. Ну, мы укажем, что нарушены условия хранения. А я перечислю, я перечислю. Я перечислю. Маркировка. Маркировка на хлебе, конкретно упакованном в отсутствие потребителя продукта, должна стоять маркировка. Чтобы покупатель мог понять, свежий хлеб или не свежий. Подходит он ему или не подходит. Кто-то купили, да? Да, есть два продукта купленных. Чек я отдал уже, соответственно, участковому. Вы оставляете их? Оставляю, конечно, зачем? Я уже возврат оформил, да. Просто он на хранение это принимает. Все это, по идее, должно в магазине будет храниться. Да, конечно. Так, сейчас, к мне претензии какие-то есть? К вам какие? Никакие. Нет, никаких претензий. Нет, к вам никаких. Нет, ну, мало ли, может, администраторы есть какие-то претензии. Нет, что, заявление с вас получили, но объяснение вы не хотите. Ну, да. Осмотр мы зафиксировали, фотофиксацию произвели, товар будет храниться. Так, я вам еще нужен? Нет. Все, хорошо. Все, то он узнает, сюда порядок. Да, да, да. Приезжайте, я не знаю. Все. А ну, минутку можно? Сейчас, минуточку. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, вы администратор, да? Я, управляющий. Смотрите, у меня для вас есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая... Давайте с плохой. Давайте с хорошей. Смотрите, хорошее в том, что мы про вас сделаем репортаж. Это хорошее. Плохая в том, что мы делаем репортаж по нарушениям магазинов, и у вас нарушения эти есть. Я предлагаю поступить следующим образом. Вот там стоит тележка. Это то, что мы уже собрали, ну, там где-то 10 позиций. У вас есть пустые тележки. Ну, например, вот та. Я предлагаю что сделать? В течение часа мы ходим по магазину и собираем товары с нарушениями. Просроченные, нарушение слоя хранения, маркировочка. Ну, вы знаете, я думаю, да? Вы управляющие. И предлагаю делать то же самое вам. У кого будет товаров больше, тот решает, вызывать ли полицию сегодня или не вызывать. Как вам такое предложение? Не очень. Ну, тем не менее, мы будем это делать. И если товаров будет больше у нас, то в итоге решим мы. А если товаров будет больше у вас, будете решать вы. Все честно. Поехали. Где-то сейчас в 12.39, где-то в 13.40. Я тогда приглашу вас, и мы снова посмотрим на наши результаты. Окей? Что там сняли? Мы сняли просроченное детское питание. 238-я, часть 2-я, это уже уголовный кодекс. Ну, вы знаете. Вот, поэтому очень бы не хотелось, конечно, доводить. Но очень бы хотелось, чтобы людям здесь было безопасно покупать продукты. А мы как-то, ну, прошлись в течение 5 минут, вот уже собрали 10 позиций. Ну, у нас такая небольшая фора будет. 10 позиций. 10 позиций. Ну, 10, да. Ну, там где-то 10 плюс-минус. Ну, сколько там вещей, я не знаю. Просто мы первый раз в вашем магазине, мы слабо пока ориентируемся. Вы сориентируетесь лучше, правильно? Поэтому вы можете собрать побольше. Ну, давайте я сейчас покончить все с вами в настоящем. Ну, окей. Мы пока начнем. Ну, соответственно, мятые банки реализовывать по санкену запрещено. То же самое. О, какие выставляют. Смотрите. Это, наверное, самые мятые банки из всех, которые я когда-либо встречал. Мятые. Сколько времени, сказали, этот... Час. В течение часа? В течение часа. Точно. Вы вот это будете считать? Ну, это наша небольшая фора. Ну, позвольте нам ее взять за фору. Ладно, это будет ценность. Отлично. Потому что... Просто народа не было, поэтому... Хорошо. Ну, мы пока вот это вот оставим для вас, а мы поедем дальше. Азарт. Нарушение целостности упаковки, ну, явное, по-моему. Не заметить такое очень сложно. Так, ну что, мы обгоняем пока что? Обгоняем, наверное. Нормально там, да? Да, мы легче поставим. О, это ваш, да, отдел? Да, это мы отдел. О, отлично. Вот, мы потом подойдем, посмотрим, спросим вообще, как часто они проверяют даты, потому что вот это было просрочено месяц назад. Вот еще какую принесли. Годен тут 24.05, значит, снятие должно было быть вчера, в полночь. Вот, и клерчик нашли только что. Годен он 7 суток, но когда произведен, непонятно, потому что циферка затерта. Такие реализовать тоже запрещено. Маркировка должна быть читабельна. Как у вас успехи? Сказали, я не съедаю. Ага. Годен до 2 часов ночи 24.05.21. Тортик, я думаю, вкусный, но чертовски опасный. Ну, здесь, я так понимаю, за тортиками не особо следят. Годен до 2 часов ночи 23.05.2021. То есть, он уже даже вчера просрочился. Может быть, тоже вкусный, но тоже так себе. Вкусные тортики до 19.05. Блин, вот здесь, слушай, тортики не покупать. Но мое личное мнение, что здесь, блин, опасно тортики покупать. О, нам принесли добрые люди. Годен до 24.05.21. Годен до 24.05.21. Ого, просрочен наш с 31 марта. Кампина. Не знаете, кто здесь Кампину смотрит? Не дали вам с нами присоревноваться, да? От негодяй, от негодяй. А ведь могли бы победить. Те же на манеже. До 19.05. И творожок у нас до 6.05.21 года. Опасненько. Вот такие лучше не покупайте. Можете отравить. Если вдруг в Дикси зайдете. Так-то, конечно, продавать их не имеют права. Но в Дикси вот стоят, ничего, нормально. Их это не заботит. То, что вы можете отравиться. А вы часто здесь покупаете? Я редко. Находите здесь какие-то некачественные продукты? Может быть просроченные, может быть гнилые? Я давно здесь не была. Нет, здесь следят за качеством. Следят за качеством. Ну да, периодически. Вы такой думаете? Магнит все равно не купает. То, что я деру, я смотрю их. А, понятно. То, что мне нужно, я смотрю. А я слышала хорошие отзывы. Про этот Дикси? Да, про Дикси. Здесь удобно людям. Смотрите, вон тележечку набрали просроченных и тухлых продуктов. Некоторые на три месяца просрочены. Так что поаккуратнее. Первый раз так. Вот, вот, вот как раз нам принесли еще таких же. Да ладно, первый раз. О, хлебушек. А вы выкладываете, вы везете? Да. Правда? Да. Ой, а мы с вами поедем, не возражаете? Вы его сейчас выкладываете и реализуете. Сразу же. Ну да. Можно я сейчас засниму этот процесс? Первый, первый хлебушек просто положите под реализацию. Мне посмотрите как. То есть вот таким образом. Значит, хлебушек упакован в отсутствие потребителя с отсутствием маркировки. Вы, пожалуйста, это оставьте. Мы это к себе в бонус. А мы это тоже возьмем, не возражаете? Вот так, собственно, мы набрали две тележки. В течение... Это маркировка, это на кофе есть-то надо. Понимаете, в чем дело? На маркировке не задается. Ну, смотрите, вы выкладываете. То, что вам не дает, это уже косяк магазина. Есть технический регламент таможенного союза. Ну, это так можно сделать, когда вы везете привозить. Смотрите, смотрите. Вы его положили на реализацию, не наклеив маркировку. То есть я уже подхожу, и здесь стоит ценник. Я беру... Уже в магазине это все время. Маркировки нет. Нет, 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 ни в коем случае. Маркировки нет. Мне всегда ценник добавить. Вот здесь должна быть маркировка. Если маркировки нет, то по 29-му федеральному закону весь этот хлеб считается опасным и подлежит утилизации. Я понимаю, да. Поэтому вы не выкладывайте, мы вам время сэкономим сейчас. Да, да, они привозили упакованный уже и с этим. Ну, да, да, вот. Да, обязательно на хлебе маркировочка. Да, то, что... Сейчас посмотрим, кто выиграл в нашем сегодняшней гонке. Приходится, что-то ладно. Кстати, забавно. Вот это не служебное помещение. Здесь нет никаких символов, что это служебное помещение. И когда дверь была открыта, за ним четко виднелся значок эвакуационного выхода. Соответственно, эта дверь теоретически должна использоваться как эвакуационная... Ну, как дверь эвакуационного выхода. Но она на кодовом замке. Это у Дикси такая привычка, наверное, прям кодовый замок ставить. Да, это... Ну, как у вас успехи? Какие успехи? Ну, как, тележечки собирали? Нет, не собирали. Не собирали? Ну, смотрите, вот у нас две. Ну, этот хлеб сегодняшний. Ну, а я откуда? Там висит вот накладная. Ну, смотрите. Вы управляющая? Я управляющая. Долженостное лицо. Маркировочка. Маркировочка, они приходят без маркировочки. Это претензит поставщику. Нет, у вас здесь... Раз потребно... Вы маркируете что-то? Мы не маркируем именно этот хлеб. Вам распотреб разрешил? Нет, он приходит вот таким. Нет, вам Роспотреб разрешил, вы сказали? Ну, по Роспотребнадзору разрешил. Ну, вот именно этим хлебом производят. Ну, вам именно разрешил? Вот там же все. Нет, смотрите. Есть технический регламент. Упаковано в отсутствие потребителя. Правильно? Да. Правильно. Значит, здесь должна быть маркировочка. Ну, маркировочка они не привозят, к сожалению. Ну, этот вопрос мы сегодня поднимем. Обязательно. Хорошо. Смотрите, я что предлагаю сделать? Я предлагаю сделать сейчас. Нарушить все это. Целостность. Да, да. Большие мешки. Все это помять, поломать. Да, конечно. Принеси, пожалуйста. И утилизировать. Да. Ну, еще я подниму этот вопрос, потому что, действительно, он приходит без упаковки, поставщики привозят его такими. А вот это сейчас утилизируем. Будете смотреть за сроками? Конечно, будем. А почему не собирали-то тележку? Вы же нам помогли. Ну, вы нам за это оплачивать должны, вот за это все. Дата поставки 21.05.15 суток. Правда? Ай, вот. Ой, и здесь тоже. Смотрите, какая жесть. Повнимательней, повнимательней, да, с этим. Детская просрочка-то как допустили? Наш косяк не углядели. Вот за детской просрочкой смотрите более тщательно. Потому что сегодня я, ну, так скажем, сегодня мы вас простим, но в следующий раз уже не простим. Потому что детская просрочка-то те вещи, за которые вращения нет. Давайте другой мешок откроем. Заставь. И это. А знаете, почему я не стал вызывать полицию? Я же сказал, что не тот, кто выиграет, вызовет. Я сказал, тот, кто выиграет, решит вызывать или нет. И я решаю полицию не вызывать. Знаете, почему? Потому что я увидел, что у вас есть очень ответственный и действительно достойный сотрудник в лице вас. Спасибо. И то, что вы смотрите там сроки, и вы, скорее всего, отвечаете за вот этот стенд. И именно с того стенда вышел у нас купленный косяк. То есть, если бы мы вызывали полицию, мы писали заявление по тому стенду. Но мы писать не будем, потому что, потому что, потому что, потому что. Спасибо вам большое. Вот. Поэтому. Я бы сейчас не допущу такой ошибок. Не повторится. Я надеюсь. Спасибо. Все. Спасибо вам большое. Все, что помогаете людям. Считаете, правильное дело делаем? Это правильно, да. Я тоже присоединяюсь к вам, да. Спасибо вам огромное. Потому что сняли, чтобы там люди могли брать хорошие, нормальные продукты. Хорошо. Свежие. Будем стараться максимально все как бы смотреть и работать. Хорошо. Мы вам верим. Всего доброго. Работайте. До свидания. До свидания. До свидания. Всем привет. Сегодня мы находимся снова в Дикси. И Дикси нас опять радует качественными, свежими товарами. И, конечно, свежими, качественными, вкусными конфетами. Сегодня мы с вами, кстати, мы сегодня с вами по уникальному рецепту приготовим торт правосудия. Кашу правосудия вы у меня уже видели. Сегодня, я думаю, мы с вами сделаем тортик. И начнем мы с вами с конфет маска. Изготовленная и упакована. 1.07.20 с ругой с 9 месяцев. Ну, нехитрыми подсчетами можно уже прикрыть, что эти конфетки как раз те, что нам и нужны для приготовления нашего торта. Вот с таким вот макаром. И, конечно, я думаю, надо красной шапочки добавить. Потому что, как бы, 17, 10, 20, с ругой на 7 месяцев, ну, как раз для нас. Оставим, что-то, на рассаду. В торт мы добавим бисквитных вафелек. Ну, для вкуса. Изготовлены 30-го, 11-го, годен до 29-го, 0-3-го. Январь, февраль, март. То есть, эти вафельки еще в марте были просрочены. Сегодня у нас. А сегодня у нас 12 июня. Конституции здесь мечтят. Всем понятно. Слушайте, ну, с этим-то понятно. Не объясни. А вот конфеты же, они свежие. Так нам и нужно свежие. Мы же торт делаем. День России. А зачем ты товар тортишь? Я его не порчу. Я делаю торт. Я всегда так делаю. Не дойдя. Так. Дальше мы с вами пойдем в молочный отдел. Что же, вот мы находимся в молочном... Это не молочный, это колбасный. Вот мы с вами находимся в колбасном отделе. Здесь, конечно же, у нас есть все, как мы любим. Упакованы под вакуум. Вакуумная упаковка. Если Дикси считает, что это вакуумная упаковка, мне очень жаль, где-то Дикси. Свеча на торте. Ребят, мы тут проедем. Тут у нас вот целый рядочек. До 7 июня, до 7 июня, до 9 июня, до 9 июня. Я так понимаю, что мы их сейчас все используем для нашего торта. Посыпаем. Раз. Два. 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 Три. Два. Два. Четыре. Четыре. Как всегда, у ваших детей Дикси кормит биотворогом Тёма, который годен был до вчерашнего дня. Ну, соответственно, до сегодняшнего, но вчера его должны были снять. Я их даже брать не хочу. Ты как относишься к молекулярной кухне? Нет. Так. Ну, если вдруг, если вдруг вы еще не поняли, что касается детского питания в Дикси, то вот вам наглядный пример номер 2086. Котин до 23.05, 21 года, то есть 23 мая, это уже кашка стала опасной для ваших детей. Но, тем не менее, в Дикси она хранится аж до 12 июня, стоит на попке и реализуется в этом месте. Для самых маленьких причин. Для самых... 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 Самых маленьких. Дождите. Вся коробка. Сейчас мы... Сейчас мы... До десятого... До десятого... Сейчас подойдем... Подарок от принцессы. Вишенка на торте. Ну что же, тортик мы уже набрали. Мы пойдем это все покупать. Мы проверили товарное качество. Нам все нравится, мы хотим купить. Ну я не знаю, как у вас тут все пробивается. У нас для конфет пакеты есть. Да? Давайте. Я взял. Я подготовился. Я с пакетом беру. Надо же мне выбирать. Ну давайте выбирать. Я не против. Сортируйте. А я это как? Сортируйте. А почему я должен? А вы продавец. Я принес вам товар на кассу, продавайте. Ну и хорошо. Ничего страшного. Я вот вам принес его на кассу, вы обязаны его пробить. Сортируйте. Я проведу просто сверкнулась. Остальные единицы я позвольте. Ну это уже как хотите. Можете нарушить закон, можете не нарушать. Вопрос к вам. Это йогурт. Я люблю йогурты. Смотрите. Объясню вам фабулу. Сегодня 12 июня. День России. Тортик. В этот день. Правильно? Праздник. Тортик. Вот наш тортик. Эдик, объясни мне, пожалуйста, как это пробивать. Эдик, объясни, пожалуйста, как это пробивать. У вас сотрудник не знает, как пробивать продукты. Почему он знает. Вот. Я поделки пробиваю, а в случае малые не пробиваю. То есть вы пробиваете в каком-то отдельном виде, а в другом виде вы не пробиваете свой товар. Ну почему? Я, смотрите, я ознакомился с товаром, я готов его купить. Мне он понравился, хочу купить его. Ну ради бога, отсортируйте, я вам пробиваю. Вы мне условия хотите ставить? Почему условия? Да потому что вы говорите, отсортируйте. Я не хочу отсортировать, я вам принес товар на кассу. У меня товар лежал, конфеты, конфеты. А у меня товар лежит в коробке. Ну почему-то в других лежит, все по отдельности. Я уж не знаю, как он у вас лежит по отдельности. блин я вот принес на кассу я всегда так покупаю хочу купить товар у вас вы отказываете пробивать мы часто будем полицию вызывать и будем с полицией решать окей дать телефон отказ продажи уверены до окей добрый день а можно на полиции вызвать нам не продают товары в магазине мы покупаем конфеты йогурт детское питание не продают не знаю не хотят продавать говорят по отдельности будем продавать полностью не будем продавать какие-то условия начинают ставить можно пожалуйста наряд ли разобирать село воскресенская улица школьная улица школьная дом 16 магазин дикси сидоров павел валерьевич павел да давайте поговорим в полиции нашли хорошо да конечно добрый день а можно наряд полиции вызвать село воскресенское улица школьная дом 16 магазин дикси отказ продажи товара покупателям не объясняют нахожусь средствами защиты в маске и тем не менее не объясняют обе говорят что частично продадим частично не продадим какие-то условия начинают ставить непонятно адрес село воскресенское а это я полиции скажу тут много людей не хочу общественном месте свои данные предоставлять да я дождусь а долго будет ехать дождусь да конечно ожидаем спасибо так ну что же нам отказываются продавать да подтверждайте свой отказ отказываете окей ну ладно тогда мы пока это заберем у вас не будем вам мешать работать в ожидании полиции пожалуй мы поездим по вашему торговому залу заражаете ну и славно щас так за сроками это не следить Или вы не знаете, что нельзя продавать товары с истёкшим сроком годности? А что же продаете? Какая у вас причина есть того, что вы не следите за сроками годности и продаете просроченные аж на 4 месяца? Детское питание на 3 недели. Они там разные. Два вида. Надо сортировать. И вот подать пакет, пожалуйста, пакет. А, пакет. Те ключи тоже понадобятся. Окей. Надежда, оригинал. Подожди. Парни оригиналь. Оригинал. Идите. КОНЕЦ КОНЕЦ Сколько всего я должен? 3139 Теперь мне нужен, конечно, возврат, поэтому всему делу оформить И я сразу вот это дело обратно верну Ну, знаете почему Что дальше предлагаю сделать? Предлагаю дальше будет взять листочек бумаги, чтобы мы указали некоторые статьи, которые вам нужно будет изучить Для того, чтобы эффективно продолжать свою работу Потому что по тем некоторым критериям, которые мы посмотрели, есть недоработки, недочеты На первую очередь На первую очередь Есть, да? Это не быстрее, а быстрее Угу Угу Ну, дальше предлагаю листочек А4 И пойдемте с нами погуляем по двору Угу А как часто вы сроки смотрите? У моей обязанности не входят А в ваши обязанности что входит? Обслуживание Ну, вы только что меня не обслужили Вы только что отказались мне продавать товар Я вам сейчас назову несколько статей И несколько законодательных актов, которые вам будет необходимо изучить как администратору торгового объекта Где-то через неделю мы еще заедем И у нас искуплено детское питание Вот с него мы и начнем Пишите Уголовный кодекс Можно УК 238 часть 2 Реализация некачественного товара Предназначенного для детей до 6 лет Кстати, уголовное предусматривает в том числе тюремное заключение Начинается от 100 тысяч штраф 100 тысяч штраф это самый-самый латовый вариант По которому может магазин по этой статье отделаться Начнем с этого Далее Закон о защите прав потребителей Статья 5 Пункт 5 Запрещено реализовывать товары с истекшим сроком годности Донесите, пожалуйста, до своих сотрудников на 5 минутки Это самая важная статья, наверное, это я не буду Далее Развакум Знаете, что такое развакум? Да Новый санпин Можно будет найти в интернете Новый санпин Развакум Товар в развакуме Запрещено принимать под реализацию Конечно Идем дальше Технический регламент таможенного союза Так и пишите Технический регламент таможенного союза 0.22.2011 0.2011 0.2011 Ага Вам из него интересна сейчас максимально интересная статья 4.1 И 4.12 А именно 5 пункт 4.15 пункт Смотрите На любом упакованном в отсутствие потребителя товара упаковано отсутствие потребителя должна стоять маркировка На этой маркировке что должно быть, вы как раз найдете в этой статье Ну, если коротко, наименование, дата изготовления, условия хранения Это в месте размещения То есть это должно быть здесь Но также на хлебе должна быть маркировка Типа того, ну, у обычного магазина собственная маркировка То есть, например, нарезать сыр и свою маркировку липит Вот на хлебе тоже самое должна быть маркировка, которая дублирует часть информации отсюда Для наглядности Так Тот же самый санпин Предусматривает запрет на продажу Мятых и деформированных банок консервов в том комплекте Была деформированная банка железная с ананасами Здесь тоже самое Нельзя продавать, почему? Потому что эти банки состоят из нескольких слоев И когда идет удар, то идет раскрытие слоев И пища начинает контактировать с железом Окисляется и становится опасной для людей Поэтому лучше ими не кидаться и грузить максимально аккуратно Есть еще одна статья У вас, наверное, нет уже все бумажки, да? Наверное, запомните так 14.8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 14.8 Нарушение иных прав потребителей Это когда гражданка отказывает в продаже на кассе По каким-либо причинам Я ей не понравился, товар не понравился Что-то ей не понравилось, настроения у нее нет Она отказала в продаже Накажут и ее Примерно на две ее зарплаты И накажут магазин Примерно на те же самые две ее зарплаты А что с ними не так? А что с ними не так? Нет, вот Смотри, почему они так накрываются? Они вроде еще в стройке Смотрите, еще момент, чтобы вы просто понимали В том же самом Санпине есть запрет на продажу зеленого картофеля Это новый Санпин с 1 января Тоже просмотрите, пожалуйста, на досуге Конфликт уже, в принципе, исчерпан Нам все-таки согласились это все дело продать Поэтому жаление писать не будем Все нормально А в связи с чем? Смотрите Мы собрали в торгов зале товары Нам их потом отказались продавать Совершен был вызов полиции В связи с чем отказались вам продавать? Я не знаю Вам не пояснили причину? Нам так и не пояснили причину Можете узнать Вот женщина сидит в трассе за кассой А вы кто-то снимаете? Кто проходил? Может быть ей не понравился внешний вид товара Как-то Товар просроченный или что? В той или иной степени Так он был просроченный Но мы любим просроченные покупать А, соответственно, женщина отказалась нам продавать товар По какой-то непонятной причине для нас Конфликты вы позволите емко Все в одном городе Я проверял на качестве Проверили? Да Хорошая Все-таки пробили в итоге? Конфликт исчерпан Конфликт исчерпан Подойдите ко мне Давайте Вы что у нас? Активист Покупатель Просто покупатель Много? Как всегда Это я Сегодня 12.06.2021 А я находился примерно в 18 часов 30 минут Ну давай читай Вы пересислили То есть есть товар А я не знаю как товар пить Его уже убрали Потому что я сделал возврат Продукт оказался некачественный С стекшим сроком годности Я сделал возврат И его уже убрали Вы не помните Да Полный список продуктов Не помню Можете прометить скобочку Ничего страшного Конфеты Конфеты Йогурты И даже была одна колбаса На кассе Продавец Без каких-либо Законных оснований Отказал он мне в продаже Усматривая здесь Чтобы не было заведомо ложных Правильно Я же должен что-то усмотреть Усматривая здесь Нарушение После отказа Валерьевич После отказа Соответственно Я усмотрел Здесь нарушается Статья Кодекса Российской Федерации Об административных правонарушениях Совершил вызов полиции Вы у нас юрист Я? Практически Нет, давайте сейчас Я отнесу То есть можете записывать Мои слова Защит прав Защит прав Да После отказа Вы решили обратиться в полицию Так как вас возмутил данный факт Да? Меня не возмутил Я невозмутимый человек Но я усмотрел здесь Нарушение моих прав Однозначно До дискриминации не дотягивает Но тем не менее После этого Примерно через пять минут Подошел администратор магазина И продал товар самолично Конфликт с магазином На этом считаю исчерпанным Претензий к магазину не имею Так у магазина к нам есть какие-нибудь претензии? У магазина к нам есть какие-нибудь? Ну мало ли Ну а что вы Послушку так я понял Ну мы приобрели Смотрим просрочно Да я думаю верну Ну это правильно Я поставил Это не то что думаю Это Еще вы знаете Они должны следить за своему Да Мы еще прошли с администратором По торговому залу И мы дополнительно показали Где и конкретно они косячат Я понял Вы ездите по магазинам Вы указываете на Ну так получается Ну понятно Все Работа так милей спасается Вот как у вас Ну правильно Это вы Мы стулы с вами Сейчас мы едем в Белев Отдохнуть Да И по пути попался Воскресенцы Прямо на нашу Родину едь